вылететь, их острия издалека напоминали гигантского, зеленого, светящегося ежа, от стрел исходила ужасная аура, в следующий миг таинственный воин лишь слегка махнул рукой, затем изверглась разрушительная сила, бесконечное множество застывших зеленых стрел превратилось в ливень из блестящих стрел, который покрыл все собой вокруг, громоподобный звук раздававшийся в небе, попросту разрывал барабанные перепонки Сунфия, находясь под таким всеобъемлющим ужасным ударом, Сунфию больше не требовалось скрываться, зеленые светящиеся стрелы выстрелили, неся с собой пронзительную мощь, находясь в режиме ассасина, Сунфий использовал всю энергию ассасина, на его кулаках появилось темно-красное пламя, он нанес удар, сопровождая это тигриным ревом, он активировал два умения ассасина, огненные кулаки и удар тигра, этот удар разразился огромной убойной мощью, бум-бум-бум-бум, более десятка приблизившихся зеленых, светящихся, шальных стрел были разбиты в дребезги ударом кулаков Сунфия, так как атака стрелами, очевидно у таинственного могучего воина являлась энергетическим умением массового поражения, то отдельные атаки, по сравнению с атакой мечом, атакой ножом и атакой ладонью, были намного слабее, поэтому, Сунфий так легко смог управиться, но из-за атаки множества энергетических стрел, Сунфий был вынужден выйти из укрытия и показаться, атака пальцем, по-прежнему слабый, холодный голос таинственного воина произнес название пятой атаки, на этот раз он шевельнулся, находясь на прежнем месте, он повернулся лицом к Сунфию, вытянул руку и указал на находящегося вдалеке Сунфия пальцем, буль, 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 раздалась череда звуков лопающихся пузырей, Сунфий лишь почувствовал, будто он заперт в невидимой газовой камере, в итоге, у него смутно появилось чувство неизвестности, от которого тяжело было избавиться, вслед за движением таинственного воина над его головой появилась огромная проекция четырехметрового прямого пальца, рисунок проекции пальца был отчетливым, даже проглядывался ноготь, словно палец таинственного воина увеличился, во много раз, от этого просто дух захватывало, палец тыкал в сторону Сунфия, такое движение походило на гиганта, который вот-вот собирается придавить муравья, Сунфий поменялся в лице, в один миг переключился в режим варвара, все тело разразилось мощью, он один за другим выстрелил стеклянными проекциями кулака, на этот раз он выбрал первый прием небесно-морозного кулака, смертельный удар, этот прием сочетался с умением варвара сильный удар, что позволяло стремительно повысить силу Сунфия в два раза, если говорить о чистой силе, то этот прием обладал самой сильной атакой, но, бум-бум-бум-бум, самый сильный прием Сунфия с грохотом раздробил только одну треть, так называемого, зеленого светящегося пальца, большая часть, по-прежнему упорно тыкала в голову Сунфия, через 20 минут, хорошо, завершились 10 атак, таинственный воин снова завел руки за спину, его брови, похожие на ножи, расслабились, он смотрел на Сунфия безмятежным взглядом, лицо было не скорбным, не счастливым, лишь добросердечным, нельзя было понять, о чем он думал, и невозможно было представить, что несколько секунд назад он непрерывно наносил смертельные атаки по Сунфию, едва не забрав жизнь его величества, тяжело было описать страх и шок, царивший в сердце Сунфия, который стоял в 20 метрах от таинственного воина, недавнее 20-минутное сражение стало для него самым мучительным, самым страшным и самым затруднительным испытанием с тех пор, как он овладел способностями мира Диабла, несмотря на силу, опыт, ситуацию или использование удобного случая, таинственный воин все равно намного превосходил Сунфия, даже под конец боя, когда Сунфий в порыве внезапного гнева непрерывно переключался между умениями семи классов мира Диабла, и тщательно планировал серию контрударов и смертельных ситуаций, все его невообразимо хитрые уловки и умения мало досаждали человека, он их очень быстро одолевал, тем более, на протяжении всего боя, таинственный воин постоянно стоял на одном месте, не сдвигаясь ни на шаг, зато Сунфий был вынужден поноситься, словно обезьяна с обожженной задницей, вот какая разница была между их силами, столкнувшись с чистой мощью, все красивые приемы и энергетические умения Сунфия становились слабыми и бесполезными, теперь Сунфий находился в максимально затруднительном положении, доспехи 6 уровня из мира Диабла уже были полностью повреждены, прочность доходила до отметки ниже 0, что явно говорило о том, что уже нет возможности их починить, на всю экипировку Сунфий потратил более 200 000 золотых монет, сейчас она превратилась в нищенское одеяние, вся потрепанная свешивалась его тела, помимо разорванных в клочья доспехов, грубому телу варвара сложно было устоять против неукротимых атак таинственного воина, обе руки были сплошь покрыты крупными и мелкими ранами, откуда непрерывно сочилась кровь, полностью окрасив руки красным, все тело, не считая жизненно важных частей представительного лица, которое Сунфий изо всех сил старался защитить, было покрыто следами от ран, но более серьезным, по сравнению с внешними ранами, был поток зеленой энергии, который попал внутрь организма, и там, не переставая, циркулировал, повреждая все, подобно острому перочинному ножу, он резал и выводил из строя энергетические каналы Сунфия вдоль его тела, поэтому образовывавшиеся внутри тела раны, намного были серьезней внешних ран, заплатив такую цену, Сунфий даже волосок на голове противника не сумел задеть, от начала до конца Сунфий максимально использовал все силы, но не смог приблизиться к противнику и на метр, но, несмотря на полученные тяжелые ранения, взгляд Сунфия, как и прежде, был светлым, потому что Сунфий, наконец, вспомнил личность таинственного могучего воина, только после того, как закончилось столкновение из 10 атак, вмиг ум оживился от счастья, Сунфий, наконец, вспомнил, кто был тот человек, аура этого таинственного воина была ему очень знакома, это был мастер, который некоторое время назад стремился убить сверхсильного убийцу, что гнался за Сунфием в лагерной зоне, а огромная яма, что была перед глазами Сунфия, это оставленные развалины после сражения между этим человеком и тем сверхсильным мастером-убийцей, в эти дни Сунфий постоянно усваивал остатки ауры обоих сражавшихся человек, ощущал духовную суть ударов, поэтому аура стоявшего перед ним человека была ему знакома, но некоторое время не было возможности ее распознать, в действительности, этот таинственный воин умел скрывать часть своей ауры, но по мере того, как бой заканчивался, а таинственный воин демонстрировал свои все более и более дерзкие атаки, он, наконец-то, полностью проявил свою ауру, которую Сунфий опознал, неизвестно почему, но, когда Сунфий опознал ауру таинственного воина, он вдруг почувствовал теплоту и безопасность, и не только потому, что этот таинственный воин некогда гнался убить сверхсильного убийцу, но и потому, что восприятие опасности варвара 46 уровня сообщало Сунфию, что таинственный воин, друг, а не враг. Ты узнал меня? Длинный халат легко вздымался, длинные волосы были подобны ливню, ясный безжизненный свет демонической луны озарял плечи и лицо таинственного воина, да Сунфия донесся все тот же холодный голос, до старейшина. Сунфий поразмыслил, в итоге выбрал обращение старейшина. Ага, а ты очень даже неплох. Говоря это, таинственный воин махнул рукой. Подобно огромному киту, вбирающему воду, зеленая энергия тонкой нитью вытекла наружу из тела Сунфия. Сунфий обалдел. Он, естественно, понимал, что таинственный воин вытягивал собственную энергию из тела Сунфия. Но Сунфий подумать не мог, что в такой ситуации таинственный воин был способен контролировать поток своей зеленой энергии в его теле. Тогда, в таком случае, можно было утверждать, что если бы таинственный воин пожелал, он мог просто взорвать поток своей зеленой энергии в теле Сунфия. Тогда бы одним махом завершилась жизнь его величества, ну или, по крайней мере, он бы стал наполовину короче. Просто невероятная способность контролировать собственную энергию. Сунфий тотчас вспомнил сцену, когда таинственный воин использовал свою первую атаку мечом. Огромный меч, промчавшийся возле подошв Сунфия, вмиг исчез, чтобы не взорвать охранявший огромную яму магический круг. По сравнению с предыдущими противниками Сунфия, уровень контроля таинственного воина над собственной энергией считался просто невероятным. Десять атак миновало, завтра ночью снова приходи. До Сунфия донесся холодный голос, он хотел о чем-то спросить того, но не успел и моргнуть, как худой силуэт таинственного воина под яркой луной полностью растворился. А Сунфий с силой варвара 46 уровня не заметил, каким образом тот ушел, то появляется, то исчезает. Сунфий открыл рот и стоял с протянутой рукой, пытаясь уговорить того остаться, но очевидно он не успел этого сделать. Оцепенело простояв долгое время, его величество, наконец, медленно опустил руку, затем задумчиво потер подбородок, он ощущал, что сегодняшнее испытание было для него слишком мучительным. Мощь таинственного воина была непостижима, в империи зенит он мог бы считаться лучшим и непревзойденным среди остальных, но почему-то этот могущественный воин, которого можно было встретить только по чистой случайности, в итоге удивительным образом появился именно здесь, и что еще удивительный он желал, чтобы Сунфий выдержал его 10 атак, а после атак, не дав никаких объяснений, самым удивительным образом сбежал, не оставив никаких следов. Неужели в голове таинственного воина произошло короткое замыкание, ему стало скучно, и поэтому он нашел Сунфия, чтобы избить его и выпустить на нем пар, или... Сунфий вдруг вспомнил фразу, оставленную перед уходом таинственного воина, 10 атак миновало, завтра ночью снова приходи, завтра ночью снова приходи, то есть он, как бы намекал, что завтра ночью он снова будет избивать меня, этот парень так ненавидит меня, Сунфий рассмеялся, он постепенно понимал скрытый смысл фразы таинственного воина, что же касается верности его догадок, он лишь мог полагаться, что время покажет, но, по крайней мере, одно ему было точно понятно, тот таинственный воин абсолютно не имел никаких дурных намерений насчет него, подумав об этом, Сунфий, наконец-то, вздохнул с облегчением, под дуновением ледяного ветра он испытывал ноющую боль и изнеможение, он только чувствовал, что все тело обессилело, ноги стали ватными, он упал на задницу и не шевелился. Глава 280. Быстрое повышение уровня после Великой битвы, где пришлось выложиться на максимум, Сунфий полностью обессилел, даже пальцами не мог пошевелить, поверхностные и внутренние раны походили на укусы множества муравьев, тело обессилело и ныло, не могло пошевелиться, словно было натыкано иголками, оно покрылось холодным потом, пока Сунфий сидел на прежнем месте и отдыхал, подул холодный ночной ветер, мысли постепенно стали проясняться, он изо всех сил призвал из пространства пояса зелья здоровья и выпил залпом, мелкие раны, сплошь покрывавшие тело, постепенно исчезли, он почувствовал себя немного лучше, по мере того, как Сунфий наращивал свою мощь, эффект излечения от зелья здоровья постепенно снижался, но на самом деле об этом Сунфий уже давно задумывался, все объяснялось очень просто, если варвар 10 уровня имел жизни плюс 100, то теперь жизненная сила варвара 46 уровня превышала 600, одно и то же зелье здоровья, прибавляющее жизнь на плюс 50, в разное время по-разному приносило пользу Сунфию, например, в самом начале становления Сунфия, половина бутыли зелья здоровья спасло почти мертвого, обыкновенного сильного воина Пирса от смерти, но сейчас, когда Пирс достиг четырех звезд, половина бутыли была способна лишь стабилизировать его раны и не более, выпив полностью одну бутыль зелья здоровья, физическое здоровье Сунфия немного улучшилось, чувство изнеможения и слабости тоже постепенно проходило, сосредоточившись на прошедшем сражении, Сунфий вспомнил самые ужасные моменты битвы, мощь таинственного воина потрясала, очевидно, он владел большим количеством энергетических умений, атака мечом, атака ножом, атака ладонью, атака стрелами, атака кулаком, атака пальцем он ощутил эти ужасные приемы на себя, извергавшаяся сила была просто немыслима, сейчас сила Варвара 46 уровня достигала начального уровня 7 звезд, но ее по-прежнему подавляли, даже не получалось толком контратаковать, это была словно драка между взрослым и ребенком, но в данную минуту мысли Сунфия занимала вовсе не крутизна этого таинственного воина, потому что его величество смутно ощущал, что он, как будто упустил что-то важное, он нахмурился и впал в размышления, пытаясь ухватиться за тот мимолетный блеск, что проскальзывал в его души, ровно полчаса он стоял на прежнем месте, не двигаясь, в итоге, между бровями донеслась резкая боль, на висках, подобно родниковой воде, медленно просачивались капли пота, это был результат напряженного размышления, в тот момент, когда Сунфий вздохнул и уже собирался все бросить, подул холодный ветер, и в его мозгу раздался грохот, что означало, что все преграды превратились в пепел, а мысли прояснились, бум, морщины на лбу Сунфия разгладились, он внезапно выстрелил кулаком, гигантская, ярко-синяя проекция кулака промчалась высоко в воздухе, пронеслась 10 метров, и вдруг постепенно остановилась, в один миг она стала очень тусклой, быстро уменьшилась в размере, проекция кулака с грохотом ударилась в находившиеся вдалеке остаточные энергетические потоки от сражавшихся когда-то двух могучих воинов, все пространство в одно мгновение засветилось зелено-красными лучами энергии, от чего казалось, будто там сражалось множество могучих воинов, эти лучи были очень ужасны, Сунфий нахмурился, его удар не достиг цели, он неподвижно стоял на прежнем месте и размышлял, его мозг старался воспроизвести состояние силы поведения таинственного воина в тот момент, когда он осуществлял свои атаки, Сунфий пытался уловить вольное и одухотворенное настроение воина, его невообразимый контроль над собственной силой, бум-бум-бум-бум, пока он размышлял он выпускал кулаки, Сунфий, то и дело, старался уяснить то состояние, до которого он никогда прежде не доходил, вплоть до самого рассвета он пытался это сделать и, похоже, у него что-то получилось, он переключился в режим ассасина и в своей специфической манере прошел через магический круг, охранявший огромную яму, снова израсходовались душевные силы, после того, как он воспользовался методами закалки в фиолетовой книге способностей и восстановился, душевные силы опять повысились, он удовлетворенно кивнул головой, превратился в дым, пронесся через возвышавшийся горный пик хриптомала, направляясь в сторону лагерной зоны вассальных королевств, взошло солнце и озарило восток. Лагерная зона вассальных королевств, испытав на себе самые строгие комендантские часы инспекции нескольких влиятельных сил из столицы, постепенно начало восстанавливаться, появлялись признаки оживленности, послезавтра должны были начаться соревнования по военному учению, не считая шести уничтоженных вассальных королевств из-за тайных связей с империей Спартак остальные 244 вассальных королевства начали самую последнюю подготовку, мастера каждого королевства тоже сосредоточили внимание на самосовершенствовании и контроле своей энергии, некоторые, не особо сильные мастера, договаривались и обменивались опытом друг с другом на расположенных в лагерной зоне 50 боевых аренах, таким способом они повышали свою мощь, становились все сильнее, войско Чимбарда тоже не было исключением, за подготовку святых воинов и городских полицейских отвечал отлично разбиравшийся в военном деле Петр Чех, Чех быстро наращивал свою силу, к тому же, как бедный выходец дворянского происхождения, он был намного талантливее таких выходцев из простого народа, как здоровяков Драгба и Пирса, надзирателя Олега, в этом отношении Сунфей давал каждому максимально проявить свои способности, и Чех со всей полнотой раскрыл свои таланты, Торрис являлся близким телохранителем Сунфея, проявлял интерес к повышению своей силы, учился и получал опыт у знатока военного дела, Фрэнка Лэмпорда, он был прилежен в тренировке, его сила стремительными темпами росла, после того, как Сунфей вернулся с горного хребтомала, он позавтракал вместе с Анжелой и Эммой, немного отдохнул и, закрывшись в королевской палатке, то и дело размышлял, после полудня, пообедав он вошел в мир Диабло, жрица Акара и старик Каин помешались на вещах, обнаруженных в таинственной комнате, они, по-прежнему, все безумно изучали, поэтому равнодушно отнеслись к Сунфию, его величеству только и оставалось отправиться в путешествие с горячей наемницей Еленой, они прошли через телепорт и появились в третьем акте мира Диабло Доки Кураста, Сунфей начал проходить варварам третье задание, третий акт Доки Кураста являлся портовым городом, который располагался в лесу, окруженным океаном, территория была необъятна, большая часть городского района была построена из древесины на поверхности воды, он делился на большие части, кроме установленного сундука для хранения вещей и точки телепорта, также находились несколько десятков различных НПЦ, некоторые предназначались для выдачи заданий и развития сюжетной линии, а некоторые продавали зелье, оружие, экипировку и остальные товары, как и во втором акте Лут Галин, здешние НПЦ не обладали разумом, были тупыми, словно запрограммированный механизм, они не умели самостоятельно мыслить и были не способны вести с Сунфеем диалог, они ничем не отличались от компьютерной игры из воспоминаний Сунфея, другими словами, сейчас, когда Сунфей проходил третий акт, только в лагере разбойников НПЦ обладали разумом, с которыми он мог вести диалог, как с живыми людьми, и которые выходили за рамки игрового опыта Сунфея. Другие два акта Лут Галин и Доки Кураста полностью копировали неживую компьютерную игру, слегка отличным было то, что третий акт Доки Кураста обладал более просторной и более таинственной территорией, по сравнению с лагерем разбойником и Лут Галином, демоны и монстры там обладали более высоким уровнем и были намного сильней, при встрече с этими тварями, варвару 46 уровня потребовалась вся осмотрительность, чтобы расправиться с ними, это был огромный плюс мира Диабло, по мере того, как сила варвара росла, сила встречавшихся монстров тоже увеличивалась, для Сунфея новая ситуация и новые монстры по-прежнему представляли опасность, приходилось постоянно сохранять бдительность, сражаясь с ними, это помогало Сунфею постепенно накопить практический опыт в сражениях, а также увеличить чувствительность своей силы, постоянное нахождение в опасности, лучшая закалка воина, не было такого, что тебе становилось скучно и одиноко от того, что ты не имел себе равных и резал всех подряд, словно арбуз, могущественные монстры, кроме опасности, несли с собой еще и большое количество опыта, после того, как в тот день игровое время достигло предела в 4 часа 30 минут, Сунфей еще не успел закончить третье задание, большую часть времени он потратил на пробежки туда-сюда, по пути убивая монстров, но, когда Сунфей выходил из мира Диабло, он успел поднять 3 уровня, варвар достиг 49 уровня, его мощь сильно увеличилась, конечно, кроме увеличения уровня, Сунфей в доках Курасто снова купил у НПЦ торговца оружием отличную магическую экипировку примерно за 200 000 золотых монет, доспехи маршала с защитой плюс 200, шлем из волчьих зубов с защитой плюс 100, перчатки с неплохими свойствами, тяжелые сапоги, а также ремень. Единственное, о чем он сожалел, это то, что это была синяя магическая экипировка 5 уровня, и по сравнению с прошлой оранжевой экипировкой 6 уровня, хоть свойства и защита почти не отличались, как бы там ни было, она была на уровень ниже, по виду и комфортности, мало чем отличалась, это немного расстроило Сунфея, но ничего не поделаешь. Оранжевую экипировку 6 уровня здесь, у НПЦ торговца оружием редко можно было купить, она обычно, постепенно появлялась в процессе убийства монстров, но процент выпадения был невысок, это происходило очень случайно, тем не менее, эта экипировка не так срочно требовалась Сунфею, теперь имелась книга мудрость дьявола, а этот факт уже подбадривал, потому что в книге были расписаны, так называемые, божественные навыки ковки и техника наложения чар, если жрица Акара и старик Каин смогут ее полностью перевести, то руководство по этим знаниям постепенно освоит женщина-кузнец Черси, и тогда она сможет произвести желанную Сунфеем оранжевую магическую экипировку 6 уровня, а то и даже экипировку 7 уровня, и легендарную экипировку 8 уровня, это не были лишь пустые чрезмерные надежды, в реальном мире время уже подходило к вечеру, в это время в лагерь направлялись одна за другой, две группы почетных гостей, глава 281, статус бродяги повышен первым шел краснобородой Гранера, второй, по значимости, человек среди подчиненных принца Домингеса, появился в лагерной зоне и вассальных королевств, он привлек к себе очень много внимания, более 20 солдат, отвечавших за общественный порядок в столице, сопровождали 6 повозок вслед за краснобородом Гранера, выглядело это слишком по-пижонски, многие, незнакомые с Гранера люди вассальных королевств, тоже начали обращать внимание на отряд людей, когда они увидели, как 6 повозок спешили в лагерь Чимборда, их лица изображали разные эмоции, это сокровище наемного войска Кровавого Меча, второй принц специально отправил нас передать их вашему величеству, краснобородой Гранера был очень учтив, и не вел себя, как обычно, молчаливо, улыбнувшись он сказал Сунфию, изначально госпожа Перис сама хотела прибыть, но в самый последний момент у нее появились некоторые неотложные дела, с которыми она должна была лично разобраться, поэтому смогла лишь мне поручить передать сокровища, госпожа Перис просила его величества Александра не гневаться, не стесняйтесь, господин Гранера. Сунфий махнул рукой, и городские полицейские Чимборда приняли подарки из 6 повозок, в тот день, когда было уничтожено наемное войско Кровавого Меча, второй принц Домингис уже объяснял, что собирался подарить свою долю полученных драгоценностей Чимборду, но тогда он неумело проявил свою истинную силу, в действительности он не нарушил обещания, все сокровища загрузил в 6 повозок и отправил людей, чтобы те их передали, хотя Сунфий и не придавал значения этим сокровищам, однако, чем больше таких диковин, как драгоценностей, тем лучше, к тому же, принятие сокровищ выражало благие намерения, обе стороны были рады и довольны, отказ бы только все усугубил, о вчерашнем случае второй принц только потом узнал, он сказал, что вам, Александр, больше не нужно беспокоиться о возмездии рыцарского ордена, этот инцидент уже исчерпан, краснобородый Гранира недолго пробыл в лагере Чимборда, сказал несколько фраз, собрался уходить, и перед этим шепнул Сунфию эту речь на ухо, Сунфий кивнул головой, и хотя Сунфий догадывался, в чем была причина, разъяснение второго принца зародило в сердце Сунфия симпатию, также, как и он, принц тоже оказал определенное давление на рыцарский орден, в критический момент борьбы за трон, он смог ради своего маленького короля Чимборда, пойти против такой столичной махины, как рыцарский орден, с таким человеком стоило дружить, и решение отправить в это время сокровища кровавого меча тоже считалось разрешением одной маленькой проблемы Сунфия, по крайней мере, теперь, в случае обнаружения кем-то накопившейся части сокровищ кровавого меча в пространственном кольце Сунфия, он мог это легко объяснить, сперить все на второго принца Домингеса, сказав, что тот подарил сокровища, в то же время, это позволяло Сунфию иметь рациональное объяснение, откуда у него такое огромное количество золотых монет, чтобы избежать пристальных взглядов внимательных людей, которые будут тайно расследовать источник огромного состояния Сунфия, если раскроется баг способности суммирования хородрического куба, тогда снова возникнут повсюду другие ненужные, неприятные инциденты, передай от меня его величеству Домингесу благодарность, Сунфий слегка похлопал гранера по плечу, вместе с мастерами Чимборда проводил из лагеря воинов, отвечавших за общественный порядок в столице, многие люди из других вассальных королевств следили за этим событием от начала до конца, кажется, второй принц уже добился некоторого согласия с королем Чимборда, король Чимборда внезапно появился, сразу приобрел славу, он, в самом деле, способен повлиять на борьбу за трон, неизвестно, как повлияет на накаленную борьбу за трон король Чимборда летящий кулак со своей нарастающей силой в союзе со вторым принцем, странно, почему король Чимборда втихомолку ведет дела со вторым принцем Домингесом, подобного рода критика непрерывно доносилось из лагерей вассальных королевств, 10 вассальных королевств один Гуранга в последнее время сохраняли блеклость, набирающий мощь лагерь Чимборда стал центром внимания в лагерной зоне вассальных королевств, столичные силы и шпионы вассальных королевств пристально наблюдали за каждым движением и шагом людей Чимборда, пришествие Краснобородого Гранира и остальных вызвало у многих догадки и размышления, но никто не ожидал, что дело не закончится так просто, проводив отряд краснобородого Гранира, Сунфей не успел вернуться в лагерь, как вдали возникло величественное тело, вдали виднелся несущийся навстречу очаровательный ослепительный фиолетовый цвет, при приближении можно было разобрать, что это шла, приближенная к старшей принцессе Танаши, молодая девушка Цзэйян в изящной и неповторимой фиолетовой одежде, за Цзэйян следовали также шесть повозок, накрытые зеленым брезентом, поэтому было неизвестно, что за груз они везли, но потому, как глубоко проседали колеса повозок, многие установили тесную связь между этими шесть повозками и драгоценностями с философскими камнями, кроме нескольких осведомленных людей, многие не знали биографии девушки Цзэйян в фиолетовой одежде, от этой изящной девушки исходила свежая и непорочная сила обаяния, фиолетовая облегающая одежда и легкие доспехи детально подчеркивали ее длинные бедра и два возвышавшихся женских холмика, она грациозно шла по слегка беспорядочной лагерной зоне вассальных королевств, все внимание сконцентрировалось на девушке, которая в глазах наблюдателей легко стала отважным воином в расцвете сил, но никто не посмел выйти и завязать беседу, высокомерные принцы вассальных королевств тоже превратились в скромняк, не только потому, что рядом с Цзэйян находилось более сорок хорошо обученных воинов из свирепого железного лагеря, заставлявших всех окружающих пасовать, но и потому, что от высокого красивого тела девушки исходила могущественная аура, от которой многих бросало в холод и дрожь, ваше величество, это состояние наемного войска кровавого меча старший принц доверил отправить старшей принцессе, возможно они вам пригодятся, тихо подойдя к Сунфию, молодая девушка Цзэйян впервые за всю свою жизнь сказала больше 10 слов мужчине, даже намного больше, Сунфий засмеялся, если позволишь мне угадать это, должно быть, была идея старшей принцессы отправить ценности кровавого меча, а старший принц не выразил свою позицию, Цзэйян подняла глаза и изумленно посмотрела на Сунфия, раскрыв рот, как будто хотела спросить откуда вы знаете, но, в итоге, сдержалась и ничего не спросила, но по выражению лица молодой девушки, Сунфий ясно понял ответ, Сунфий слегка покачал головой из стороны в сторону, на самом деле, старший принц Аршавин все время к нему относился удивительно холодно и неприязненно, Сунфий уже давно это ощущал, но старшая принцесса Танаша постоянно выступала между обоими людьми посредником, такая неприязнь могла превратиться во вражду, но Сунфий не принимал все это близко к сердцу, все-таки, Аршавин еще не стал императором и пока что не угрожал Сунфию, считалось, что в будущем старший принц может унаследовать престол, к тому времени, Сунфий уже давно будет обладать мощью, способной противостоять всей империи и ничего не будет бояться, желание старшей принцессы отправить драгоценности кровавого меча полностью совпало с желаниями Пэрис, второй раз он получил сокровища, у него появилось еще одно рациональное объяснение, откуда у него взялись сокровища кровавого меча, шесть повозок под охраной были сопровождены в лагерь под многочисленными пристальными взглядами окружающих, воины железного лагеря разрубили мечами канаты на зеленых брезентах, откинули брезент, показались черные, как смоль, большие железные сундуки, затем открыли крышки сундуков, откуда вырвался холодный пышный блеск золота и серебра, а также оттуда доносились колебания магических частиц от философских камней, все наполнилось фантастическими красками, стоявшие в сотнях метрах от лагеря чем бордолюди понимали, что находилось в ящиках, взгляды большинства людей засверкали завистью и жадностью, сокровищ в шесть повозках было достаточно, чтобы приравнять их, к накопившемуся за три года подряд, бюджетному доходу вассального королевства четыре горанга, получив за раз столько состояния, считавшийся ранее бедным король чем борда, теперь же одним махом умудрился стать богачом среди царствующих домов 250 вассальных королевств, если раньше только мощь короля чем борда всех поражала, то теперь это были еще и его денежные средства, мощь вместе с денежными средствами, нельзя было представить чем борд беспомощным, Цзэян не слишком любила разговаривать, передав ценности, она не очень много произнесла, собралась прощаться, ваше величество, ее величество просило меня передать, что вам не стоит волноваться об инциденте с рыцарским орденом, это дело уже улажено, Сунфи рассмеялся, передай от меня огромную благодарность старшей принцессе, оказывается, влияние старшего принца тоже оказало давление на рыцарский орден, Сунфи, впрочем, был доволен, если так выразиться, его статус бродяги повышен, два очень влиятельных принца из-за него питали неприязнь к такой императорской махине, как рыцарский орден, это потому, что он уже стал намного ценнее, чем рыцарский орден, ваше величество берегите себя, перед самым уходом изящная девушка в фиолетовых одеяниях прошептала одну фразу, Сунфи слегка растерялся, эта фразу Цзэян передала не от лица старшей принцессы, а от себя лично, Сунфи хотел сказать спасибо, но обнаружил, что молодая девушка в фиолетовом уже превратилась в фиолетовый огненный блик и стремительно исчезла вдалеке на горизонте, зачем еще и старший принц отправил людей, чтобы подарить такой солидный подарок королю Чимборда, доносились шорохи между постоянно наблюдавшими за лагерем Чимборда людьми, они никак не могли этого понять, по слову железной на черной броне воинов, люди понимали, кем являлись те, очевидно это были хорошо обученные воины из учрежденного старшим принцем железного лагеря, и вполне ясно, что пришедшие воины представляли волю старшего принца Аршавина, поэтому это еще больше вызывало кучу всяких мыслей в глазах наблюдателей, неужели этот парень, король Чимборда, набил себе цену, что против него никто не идет, вот так поднял себе цену, вот так король Чимборда, вот так смельчак, вот так хитрец, тоже кто-то усмехался, люди были заинтересованы борьбой за трон, неважно, какой из принцев, в конечном счете, взойдет на трон, все равно они будут держать зло на короля Чимборда, ведь по сути, он являлся недальновидным деревенщиной родом из захолустья, который нарушал всякие законы, Сунфей не принимал близко к сердцу подобные догадки, подсчитав присланное имущество от обоих принцев, Сунфей поразмыслил, отделил малую часть ценностей и оружия, и приказал отправить их королю Византии Константину, потом опять отделил часть имущества, и пожаловал ее в виде премии городским полицейским и святым воинам Чимборда, остальное положил на хранение в государственную казну, в тот день ночью, Сунфей переключился в режим ассасина, свободно прошел мимо скрытых застав, и повторно прибыл в огромную глубокую яму горного хриптомала, в центре ямы, защищенной десятком магических кругов, в центре энергетических течений живых клейм ударов в пространстве, непоколебимо стоял худой, рослый силуэт в льняном халате, где бы он спокойно ни стоял, не было ни одного движения, как будто он являлся центром мироздания, он привлек все внимание Сунфея на себя, глава 282, такие же приемы это был тот таинственный воин, он действительно пришел, уголки рта Сунфея расползлись в загадочную улыбку, не скрывая больше своих следов, силуэт, подобно острой стреле, хлынул с одинокой вершины, очень быстро подступил к огромной яме, где когда-то происходило сражение, затем в режиме ассасина выбрал средней мощности магический круг, через который он аккуратно прошел своим старым способом, Сунфей подступил к внутренним границам ямы, Хэм таинственный воин увидел способ прохождения Сунфея через магический круг, на его вечно спокойном лице вдруг отразилось небольшое изумление, хотя он специализировался на энергии, он все же имел некоторые представления об основных принципах магии, защитный магический круг уровня 7 звезд, через который Сунфей проходил, обладал, по крайней мере, 300 магическими цепями, которые друг с другом сложно переплетались. Циркуляция магии и удобный момент были еще более удивительны. Если хоть немного заденешь, моментально сработает магический круг, который атакует со всей мощью магии 7 звезд, и то, что Сунфей, опираясь лишь на физическую гибкость и свое преждевременное предчувствие ходьбы умудрялся не приводить в действие ни одну магическую цепь круга, было просто невероятно, это походило на какой-то божественный навык. Таинственный воин, проанализировав себя, понял, что с его мощью, намного превосходящий короля Чимборда, если бы он захотел сымитировать подобный способ прохождения через круг, у него бы это не получилось сделать. Старейшина Сунфи, пройдя через магический круг, немного восстановился, встал и уважительно поприветствовал. Угу на лице таинственного воина мелькнуло удивление и исчезло. Он смирил взглядом Сунфия с головы до ног, уголки рта расползлись в улыбку, он кивнул головой. Старейшина, позвольте спросить. Старейшина, вы. Сунфей стремился узнать биографию таинственного воина. Ударь кулаком. Таинственный воин махнул рукой, перебив вопрос Сунфия. Похоже, ему не хотелось касаться этой темы, он непосредственно крикнул Сунфию, а? Сунфей растерялся, не понимая причины. Ударь меня кулаком, тон речи таинственного воина был незатейлив, по-прежнему, был таким же холодным. Затем он прибавил изо всех сил ударь меня кулаком. На этот раз Сунфей понял, опять начиналась драка. Вчера воин атаковал, чтобы подавить того, а сегодня была очередь Сунфия первым атаковать. Видимо, его догадки были верны. Сунфей обнаружил одну явную, специфическую особенность таинственного воина вести дела. Он не любил много болтать, не будет преувеличением, если сказать, что он дорожил словами, как золотом. Если одно его слово было способно выразить его мысли, то он больше не скажет ни слова. Старейшина, будьте осторожны. Сунфей крикнул, на его теле появилось разноцветное сияние, доспехи и магическая экипировка, что он купил в третьем акте мира Диабло Доки Курастау НПЦ. Торговца мгновенно появились, сверкая на его теле. Они защищали каждую жизненно важную часть Сунфия. Запястья, кулаки, плечи, руки, грудь, спину, живот, бедра, колени, голени, лодыжки, ноги, доспехи покрывали все, без исключения. От них исходила изумительная аура. Сунфей в них походил на кровожадное воинственное чудовище, на дьявола во плоти. В следующее мгновение, пока разливались волнами магические частицы, которыми нельзя было пренебрегать, Сунфей внезапно проявил всю мощь варвара 49 уровня, и сжал кулаки. От этого движения создавалось впечатление, будто он засосал всю окружающую энергию в свои кулаки. Это была потрясающая мощь. Небесно-морозный кулак-смертельный удар. Сунфей вмиг показал свой самый сильный прием. Из пустоты показалась 10-метровая стеклянная проекция кулака и, подобно раскрывшемуся лотосу, превратилась в небесный метеор, который устремился с пронзительным свистом в сторону таинственного воина, стоявшего в 10 метрах от Сунфея. В центре энергетического потока живых клейм удара в пространстве, проекция покрылась огнем из-за яростного трения о воздух. Хэм второй раз на лице таинственного воина показалось изумление. Он тотчас кивнул головой и тихо одобрил. Неплохо. Пока он говорил, его руки быстро шевельнулись, вечно заведенные за его спиной руки вытянулись, легко взмахнули в сторону приближавшейся с разрушительной скоростью огненной стеклянной проекции, будто хотели смести пыль. Замерцала зеленая волна света, откуда постепенно высунулась огромная ладонь из застывшей зеленой энергии, и вмиг оградила таинственного воина собой. Атака ладонью. Бум! Проекция кулака и проекция ладони с грохотом ударились друг об друга. Воздух наполнился животрепещущей атмосферой, и после непродолжительной паузы раздался оглушительный грохот, словно извергся вулкан. Ярко-синяя проекция и зеленое сияние напоминали сумасшедший фейерверк, яркий и при этом опасный. Он окрасил непроглядное ночное небо. А внизу под сумасшедшим фейерверком стоял поднявшийся плотный слой пыли и щебня. Земля под ногами начала дрожать, будто сами боги прогневались. Только через 4-5 минут эта пугающая обстановка рассеялась. Стеклянная проекция кулака и атака ладонью одновременно разбились в дребезги. Пыль осела. Твоя сила опять увеличилась. Таинственный воин взглянул на сумфия. В его взгляде вновь читалось небольшое недоумение. Сумфий кивнул головой. Слишком быстро, это плохо. Таинственный воин нахмурился. Сумфий растерялся, но тотчас понял, что хотел сказать Таинственный воин. В Азерате настоящий воин делает акцент на сочетании своей силы со своим душевным состоянием. Резкий рост силы может привести к дисгармонии силы и душевного состояния. В итоге, происходит потеря душевного равновесия. Конечно, от потери душевного равновесия не будут такие же серьезные последствия, которые так поголовно описываются в романах Жанра Уся. Но, к последующему росту сил эта потеря имеет больше вреда, чем пользы. На материке уже было много таких самородков, кто неконтролируемо и стремительно развился в звездном ранге, но из-за своей чрезмерной одаренности фундамент их мощи был нестабильным и, достигнув высшего уровня девяти звезд, они не смогли прорваться через рамки звездного ранга к лунному. Воины по-разному совершенствуются, идут разными путями, но надежный, прочный фундамент является самым важным условием. Высота многоэтажного здания зависит от прочности фундамента. То, как далеко может пойти воин, определяется прочностью фундамента его боевого искусства. Тщательная подготовка, вот где здравый смысл. Таинственный воин поразился темпом роста мощи Сунфия. По сравнению с прошлой ночью, Сунфий сделал потрясающий скачок. С начального уровня семи звезд он достиг среднего уровня семи звезд. Таинственный воин считал, что тот гнался за ростом чистой силы и полностью игнорировал всякие основы становления воина. Он беспокоился, что Сунфий, как и знаменитые звездные самородки, из-за чрезмерной одаренности рана вспыхнет, но потом потухнет, так и не достигнув реальных высот. Поэтому он использовал такое предупреждение, слишком быстро это плохо. Сунфий тотчас был тронут этим. За все время это был первый человек, который обратил внимание на него в плане пути развития его боевого искусства, заставив зародить в Сунфии чувства, будто они были давно не видевшие друг друга знакомые. Это напомнило ему о преподавателях ционелыми лицами из его университета, которые, обучая его, на словах были резки, но в душе добры. Но Сунфий не знал, как объяснить свои перемены этому таинственному воину. Его мощь росла по не совсем обычному пути. Он полагался на такую золотую жилу, как мир Диабло, где он убивал монстров и повышал уровень. Его накопление опыта и самосовершенствование совсем отличались от других воинов и магов, поэтому из-за чрезмерного роста мощи у Сунфия не могла возникнуть потеря душевного равновесия. А по мере того, как росли его душевные силы, он мог дольше тратить времени в мире Диабло на убийство монстров и прокачку. Его величество наращивал свою мощь все быстрее и быстрее. Конечно, с такой золотой жилой, как мир Диабло, Сунфий никак не мог поделиться с другими. Примнова благодарен старейшина, только и мог ответить Сунфий. К счастью, таинственный воин не имел намерения его допрашивать. Вспомнив необыкновенный способ прохождения через магический круг Сунфием, он понял, что король Чимборда, кажется, обладал какими-то необыкновенными козырями. В этом мире каждый человек обладал своими собственными секретами. Таинственный воин был умерен, он не желал разведывать чужие тайны. Твой недавний прием был слишком бескомпромиссным и грубым, тебе не хватает контроля, а без него нет возможности полностью использовать всю эффективность и отдачу от приема. Таинственный воин говорил и слегка сжимал кулаки. Из пустоты возникла десятиметровая проекция кулака. Хоть она и была из застывшей зеленой энергии, в целом она была похожа на первый прием небесно-морозного кулака, смертельный удар. Кулак выстрелил, разогнался до такой же скорости, но он не покрылся огнем от трения с воздухом, как кулак Сунфием, и никакого пронзительного свиста не донеслось. Состояние кулака было еще более неопределенным, а движение кулака еще более странным. Воин атаковал, и проекция кулака молниеносно погрузилась в небосклон. Затем, только в следующее мгновение, донесся пронзительный свист, а следом за ним в небе появился темно-красный отпечаток, как будто небо разорвалось, и оттуда полилась кровь. Алый отпечаток долгое время не рассеивался. Сунфи разинул рот, храня при этом молчание. Этот кулак, по сравнению с прежним первым приемом небесно-морозного кулака, смертельный удар был точно таким же приемом. Накапливалась та же энергия, образовывалась та же проекция кулака, но в руках таинственного воина мощность проекции кулака была, как минимум, в 3-4 раза больше скорость полета кулака превышала скорость звука. Только когда проекция кулака исчезла, раздался грохот, только тогда показались огоньки от трения воздуха и след от воздушного потока. Быстрый, невообразимо быстрый. Но Сунфей думал не только об этом. Увидел что-то, таинственный воин занес руки за спину, после чего уставился на Сунфея, тихо задал ему вопрос, контроль силы. Старейшина, когда вы атаковали кулаком, то направляющая сила ничем не отличалась от моей. Маршрут кулака, его ритм, движение, метод прикладывания силы, все, как я и делал. Но ваша проекция кулака оказалась мощнее, как минимум, в 4 раза. Это потому, что у вас, старейшина, контроль над собственной силой достиг небывалых высот. Только детальный контроль позволит выпустить свою энергию с максимальной силой, не спеша, промолвил Сунфей. Таинственный воин кивнул головой, а ты хорош. Говоря это, он выстрелил из указательного пальца предметом, покрытым зеленым бликом. Сунфей протянул руки и ухватил его. Это оказалась книга. Не успел он взглянуть, как худой силуэт промелькнул перед ним. Снова нельзя было разглядеть, как таинственный воин ушел. Его силуэт растворился бесследно. Глава 283. Легендарный правитель своего времени дул ночной холодный ветер, разрезая лицо, как ножом. Наступил крепкий мороз. Лес во мраке, под дуновением ледяного ветра, поднимался и опускался, словно волны темной ночью. Из зарослей, время от времени, доносились крики животных. Лес в горном хребте мало являлся раем для различных магических зверей. В нем царила атмосфера загадочности, но он также был полон опасности. Сунфей покачал головой из стороны в сторону. Таинственный воин ушел очень быстро, почти мгновенно, даже не позволив уговорить его остаться. Изначально у Сунфея на душе накопилось много вопросов, которые он бы хотел обсудить с этим выдающимся человеком, но сейчас оставалось только дожидаться завтрашней ночи, чтобы снова попробовать это сделать. Взгляд скользнул по толстой книги в руках, Сунфей обнаружил, что это была чья-то рукопись. Рукопись была очень искусно отделана, целиком произведена из желтоватого меха неизвестного магического зверя. На ощупь она была очень мягкой, имела размеры около 1 метра в длину и 10 сантиметров в ширину, неоднократно переделывалась. По внешнему виду, рукопись походила на древнюю книгу, которую искусно сделали на заказ. Рукопись не вскрывали, она была опрятно закрыта. На первой странице были нанесены позолоченным тиснением несколько слов с округлыми большими буквами, записи по поэтапной отработке техники энергетического прикладывания силы и ее детального контроля. Сунфей внимательно взглянул. Это оказался специализированный справочник по технике энергетического прикладывания силы и технике контроля собственной силы. Судя по искусной отделке рукописи, ее цена непременно должна была быть немалой. Все же, было неизвестно, написал ли ее таинственный воин сам, Сунфей уже собирался перелистывать рукопись и тщательно ее исследовать, но он вдруг заметил, что под крупными словами с золотым тиснением находилось еще несколько рядов очень маленьких по размеру слов, которые написаны были черной тушью. Возможно, из-за длительного времени они уже стали немного мутными. Если внимательно вчитаться, то с трудом можно было различить. Утверждено старшим принцем Есином отредактировано королем Зенита. Прочитав эти слова, Сунфей замер ненадолго, сердце задрожало не на шутку. Оказывается, это было секретное издание империи Зенит. Но еще более невообразимым было то, что автором, оказывается, являлся великий император Есин. Это было еще более потрясающе. К тому же, судя по титулам, перед именем Есин стоял старший принц, а за ним король Зенита, говорила о том, что это секретное приложение очень старое. Насколько Сунфею было известно, 20 лет назад империя Зенит являлась всего лишь вассальным королевством Один Гуранга, принадлежащим империи Спартак. Правитель Зенита не имел императорского титула. Впоследствии, благодаря появлению старшего принца Зенита, Есина, которому никто не мог противостоять его уникальной силе, и чья мощь была непревзойденной, он отбил огромную территорию, империи, отделил Зенит от Спартака и, взойдя на трон, получил титул императора. Империя Спартак, три года на тот момент уровня, из-за такого тяжелого удара, почти развалилась. Остатки царского дома собрались, и были верны императору Спартака. Они с трудом образовали новую империю, которая на данный момент являлась империя Спартак 1го уровня. В этом и состояла причина вражды между империями Зенит и Спартак. С этих пор две империи стали смертельными врагами. Через 20 лет силы двух империй стали практически равны, между ними не было особой разницы. Несмотря на то, что широкомасштабные военные действия еще не разразились, на пограничной местности никогда не прекращались различные, крупные и мелкие трения. Императоры обоих государств всю жизнь стремились стереть с лица земли друг друга. Накопившаяся за 20 лет вражда уже достигла таких пределов, что невозможно было уладить все миром, только гибель одной из сторон сможет окончательно все прекратить. Есин, который 20 лет назад был старшим принцем, сейчас являлся императором Зенита. Если отбросить его титул, то среди соседних 100 государств ходили легенды о его пути становления воином. 20 лет назад, первоначально никому неизвестный принц Есин был самым обыкновенным человеком, но через 20 лет все колоссально поменялось. Его репутация была такой ослепительной, как солнце на небе. Будучи воином четырех звезд, он побеждал своих соперников из соседних 100 государств и стал воином лунного ранга. Этот военный самородок, менее чем за 10 лет, потряс огромное количество людей. По сей день множество бардов воспевают удивительные истории об императоре Есине. Ходили слухи, что Есин был великолепным военным самородком, обладал невообразимыми задатками к становлению воином. Он начинал с малого, создал бесчисленное множество новейших боевых искусств и энергетических умений. Ныне, первое в императорском доме боевое искусство удар дракона было учреждено этим военным самородком. Говорят, он преодолел границы звездного ранга и изучал боевые искусства в лунном ранге. Помимо удара дракона, множество других распространенных в империи боевых искусств и энергетических умений было учреждено этим поразительно талантливым императором. К тому же император Есин обладал не только огромной мощью, он очень глубоко разбирался в пути становления воина. По слухам, когда император Есин был в самом расцвете сил, он даже добился благосклонности высшей мудрости в Азероте, получил оценку в виде одной фразы от высшей мудрости. В этот период слово Есин означало чудо и неудержимость. Все враги старались держаться в стороне от императора Есина. Этот легендарный человек действительно являлся выдающимся героем. Поначалу многие предполагали, что император Есин будет первым среди сотен государств, кто достигнет солнечного ранга, но впоследствии Есин основал империю, объявил себя императором, после чего большую часть своего времени и внимания уделял на политические дела, тем самым откладывая совершенствование пути воина. Он не превзошел ожидания людей, даже напротив, день за днем, он все слабел, мощь воина не прогрессировала, репутация постепенно стала тускнеть. Затем из-за того, что 16 лет император Есин ни с кем, ни разу не сражался, постепенно новое поколение воинов уже забыло этого, некогда славного, военного правителя, только помнило его, как императора. Никто и подумать не мог, что этот военный правитель, от которого все враги прятались в прежние времена, теперь из-за накопившихся ран на протяжении многолетних войн, которому было всего лишь чуть более 60 лет, вот-вот собирался закончить маршрут своей великолепной жизни. К сожалению, время беспощадно, а герои стареют. Сунфи, тем более не мог подумать, что таинственный воин так легко выбросил эти записи по поэтапной отработке техники энергетического прикладывания силы и ее детального контроля, рукопись, написанную самим императором Есиным. Хотя Сунфи, в качестве первопроходца, еще не полностью исследовал материк, где царил закон джунглей, однако он понимал, что эту рукопись можно считать бесценным сокровищем. Она походила на удивительные свитки из романа Фуся, которые читал в прошлой жизни Сунфи. За нее могли бы пролить кровь многие воины. Хотя, по мелкому шрифту можно было понять, в какое время писалась рукопись, а именно, когда Есин был принцем, а затем была закончена, когда он стал непревзойденным военным правителем, однако стоимость рукописи по-прежнему было трудно подсчитать. Таинственный воин в итоге смог достать эту рукопись, которая должна была тщательно охраняться в арсенале императорского дворца. Информация в ней стоила всяких догадок, неужели он некий мастер из императорского дворца, или, Сунфий некоторое время только ощущал, что события принимают странный и непредвиденный характер. Поразмыслив, и ни к чему не придя, он покачал головой, прогнал все мысли из головы, и перелистнул страницу в рукописи. Вторая страница была покрыта такими же мелкими словами, как и на первой странице. Под ярким светом зловещей луны он начал серьезно просматривать содержание. Вскоре все мысли Сунфия полностью повязли в этой рукописи. Целых два часа Сунфий неподвижно простоял с записями по поэтапной отработке техники энергетического прикладывания силы и ее детального контроля в руках, полностью забыв о хаосе внешнего мира, словно окаменелая статуя. Лишь его густые, черные волосы непрерывно кружились в воздухе, будто водопад. Сила Сунфия происходила из мира Диабло, поэтому, хотя его мощь стремительно росла и удивительным образом принимала различные метаморфозы, однако, технику энергетического прикладывания силы и опыт ведения боя он только нащупывал в непрерывных сражениях с демонами и монстрами. У него не было полной систематизации и не было теоретического понимания. Если говорить о понимании и осмыслении пути становления воина, то Сунфий сильно отличался от мастеров, опиравшихся на постепенное самосовершенствование. Что уж тут сравнивать его с таким непревзойденным редким самородком, как император Ясин. Эти записи по поэтапной отработке техники энергетического прикладывания силы и ее детального контроля были прочтены Сунфием на одном дыхании. У него, тут же, возникло чувство, будто он съел большой замороженный арбуз во время жары. Ранее много непонятных ему вещей в один миг стали для него самыми обычными. Хотя была ночь, Сунфий чувствовал некий проблеск перед глазами, он все полностью усвоил. Так вот в чем дело. Прочитав записи по поэтапной отработке техники энергетического прикладывания силы и ее детального контроля, Сунфия переполняли чувства. Теперь Сунфий еще больше восхищался императором Ясином, о котором он был наслышан, но которого ни разу не видел. В его голове возник образ молодого, 20-летнего решительного, военного самородка, не имеющего себе равных, пока он находился в самом расцвете сил. Второй день. Оставался один день до начала императорских соревнований по военному учению. Сунфий незаметно возвратился в лагерь Чимборда до рассвета и, обняв невесту, лег спать в одежде, отдохнул до рассвета, позавтракал, немного прогулялся в лагере, обсудил с главными руководителями войска Чимборда подготовительные работы к наступающим соревнованиям по военному учению. Затем он вошел в мир Диабло, начал прокачиваться на убийствах монстров. На этот раз, прокачка уровня была чуть медленнее, потому что Сунфий во время убийств обдумывал и воспринимал изложенные техники в записях по поэтапной отработке техники энергетического прикладывания силы и ее детального контроля. Контроль ужасной силы варвара стремительно рос, подобно запущенной ракете. За 4 часа и 30 минут варвар поднялся до 51 уровня. Глава 284. Северный боевой участок 8. К тому времени, как Сунфий покинул мир Диабло, время приближалось к 2 часам дня. В связи с тем, что завтра начинались самые важные соревнования по военному учению, во второй половине дня вся лагерная зона вассальных королевств была очень занята. 50 боевых арен стали местом поединков между мастерами вассальных королевств, готовящихся к соревнованиям, поэтому правительство империи отправило в большом количестве императорских магов и рабочих под защитой солдат, чтобы они снова отремонтировали боевые арены, установили магические круги для обеспечения сохранности арен во время сражений между мастерами, во избежание получения травм зрителями во время поединков. Лагерная зона выглядела шумной и оживленной, как никогда. Вассальные королевства в четком порядке проводили последние приготовления перед началом соревнований. Согласно сложившимся порядкам на императорских соревнованиях по военному учению, все страны, принимающие участие в соревнованиях, территориально делятся на пять крупных боевых участков. Восток, запад, юг, север, центр. Ход соревнования в каждом боевом участке можно разделить на два этапа. Первый этап – отборочный матч. На этом этапе вассальные королевства каждого боевого участка должно назначить, как минимум, по шесть своих самых сильных мастеров, которые примут участие в шесть отборочных матчах для мастеров. Затем королевства должны назначить еще пятьдесят хорошо обученных солдат, которые примут участие в военном соревновании. В каждом боевом участке выявляются лучшие десять мастеров. Королевство с десять лучшими мастерами получит аудиенцию к императору Ясину и щедрые дары от империи. К тому же, в зависимости от занятого места в отборочном матче, страны получат соответствующие баллы. Второй этап – вызов. На этом этапе каждое вассальное королевство может выбрать себе любое другое вассальное королевство в качестве противника. В общем говоря, оно могло не ограничиваться одним броском вызова. Одно королевство могло бросить вызов многим соперникам. Но на этапе вызова, где не обращали внимания на раненых и убитых, обычно очень редко встречались страны, у которых оставались силы выдержать более двух вызовов подряд. Поэтому обычно выбирали себе в противника страну с более высоким рангом, всеми силами стараясь ее победить. Таким образом, после победы можно было получить соответствующий ранг вражеского вассального королевства. Этот этап являлся самым ожесточенным. Он устанавливал ранги вассальных королевств в империи Зенит. Многие вассальные королевства высокого ранга на этапе вызова понижались в ранге, а многие королевства низкого ранга в то же время получали славу и одним махом становились королевствами высокого ранга. После окончания двух этапов в каждом боевом участке подходила самая последняя часть соревнований по военному учению – отборочное сражение. Отобранные мастера из пять крупных боевых участков – восток, юг, запад, север, центр, представляя свой боевой участок, принимают последние сражения. Истинным правителем считался лучший мастер среди вассальных королевств, кто прошелся по костям и плоти мастеров, а также тот, кто достиг лучшей боевой заслуги в своем королевстве среди остальных вассальных королевств. Эти два титула символизировали непревзойденную славу. В лучшие годы императора Ясина, а на тот момент старшего принца королевства Зенит на соревнованиях по военному учению в Империи Спартак он вместе с группой своих личных телохранителей одним действием добился двойной выгоды, став лучшим на тот момент мастером вассального королевства и добившись лучшей боевой заслуги. Он сразу прославился на весь мир, подхватив этот шанс, вскочил на ноги, стал императором-основателем Империи Зенит, который впоследствии разъединил Империю Спартак. В связи с этим историческим событием эти два титула содержали еще больше смысла. И царствующий дом Империи, и вассальные королевства очень ценили эти два титула. Также, самый выдающийся правитель получал звание члена императорской фамилии Империи, он был в почете, и мог держаться наравне с императорской семьей. Такая награда могла свести с ума множество правителей и мастеров вассальных королевств. 250 вассальных королевств, не считая шесть королевств, которые были беспощадно уничтожены за тайный сговор с Империей Спартак, совершали последние приготовления, надеясь, что в этот раз на соревнованиях по военному учению извлекут самую лучшую выгоду. После полудня каждое вассальное королевство назначило представителей, которые направились во временно построенной в центре лагерной зоны соревновательный штаб, чтобы тянуть жребий, кто когда начинает. Обычно в жеребьевке правители лично принимали участие, но у Сунфия не было никакого интереса к этому случаю. Обучавший солдат, командир Питер Чех был выбран его величеством в качестве представителя, который направился во временный штаб вытянуть порядковый номер, северный боевой участок 8, через час узнав результат отвернувшегося обратно Чеха, Сунфий довольно улыбнулся. Он откровенно сказал Чеху, что тот, его счастливый полководец, это был очень неплохой номер. Чемборд находился на самом севере империи Зенит, поэтому, естественно, ему достался северный боевой участок. В этом участке участвовало, в общей сложности, 50 стран. Сунфий питал особое предпочтение к цифрам 8 и 6, которые в прошлой его жизни считались счастливыми. Поэтому, конечно, он был очень доволен доставшемуся номеру. Во второй половине дня, перед началом соревнований был созван совет лидеров Чемборда, которым руководил лично его величество. Совет высоко оценил резкий скачок лидеров и солдат войска Чемборда. Король Чемборда Александр сделал на совещании волнительную речь, отмечая поименно вклад каждого человека, и рассказал о перспективах на предстоящих соревнованиях. Он надеялся, что каждый солдат сможет воодушевиться тремя душевными состояниями, сможет перенести все трудности, сможет убить людей, сможет сразиться, и будет упорно бороться за интересы Чемборда. Совет в итоге выбрал участников, кто будет участвовать в отборочном матче, также сформировал группу из 50 городских полицейских и святых воинов, кто будет принимать участие в коллективном отборочном матче. На тот момент все были загружены, тщательно подготавливались, держали оружие на готове. В лагерной зоне слышны были крики людей, ржание коней, ярко сияли оружие, виднелись огромные знамена, повсюду торчали копья, словно лес, стояла холодная непоколебимая обстановка. Все вокруг менялось, зловещая луна поднялась высоко в небе, сверкая серебряным блеском. В огромной яме горного хребта мало, проекция кулака с грохотом улетела в воздух, глубоко погрузившись в непроглядное ночное небо. Затем в небе показался огненный цвет и длинный след, а после ветром донесся пронзительный звук. Хорошо, хотя таинственный воин, по-прежнему, со спокойным видом холодно оценил одним словом, однако уголки его рта слегка подергивались, он, как будто и не мог подумать, что стоявший перед ним юный король был настолько одаренным, что прогрессировал так быстро. Только что Сунфей выстрелил кулаком. Образовавшаяся стеклянная проекция кулака превысила скорость звука, в беспросветном ночном небе прочертила красный след от кулака, она далеко погрузилась в небе, превратившись в маленькую звезду. Аура этого кулака была, почти точь в точь, как кулак таинственного воина вчера. Сунфей контролировал силу не хуже, чем воин, как будто это был кулак таинственного воина. Этот прием, очевидно, уже входил в самую трудную для восприятия воинами область досконального понимания. Более пугающим было то, что таинственный воин ясно ощущал, что мощь короля Чимбарда, по сравнению со вчерашним днем, сильно увеличилась. Он перешел с начального уровня 7 звезд до среднего уровня 7 звезд. Такой рост уровня, по сравнению с одним-двумя самородками, которых таинственный воин когда-либо встречал, был еще более ужасным, страшным и невообразимым. Действительно метаморфоза. Таинственный воин про себя тихо ругался. Сначала он думал, что юному королю потребуется много времени на освоение содержимого в рукописи, но сейчас, кажется, некоторые вещи, которые требовали усердной подготовки, уже не приходилось повторять. Свист. Таинственный воин поднял руку, другая рукопись, покрытая зеленым сиянием, влетела в руки Сунфию, затем тело двинулось и, подобно привидению, исчезло. Завтра ночью снова приходи. Донесся до Сунфия слабый холодный голос, абсолютно ужасную мощь, без остатка, проявил таинственный воин. Несмотря на свою быстро увеличивавшуюся силу, Сунфий по-прежнему не мог углядеть, как ушел таинственный воин. Невозможно было уследить невооруженным глазом за ним. В руках была рукопись с отличной отделкой, по качеству ничем не отличалась от записей по поэтапной отработке техники энергетического прикладывания силы и ее детального контроля, которые получил вчера ночью Сунфий. Рукопись также была сделана из желтоватой шкуры неизвестного магического зверя, крепкая и эластичная. Единственное отличие – это другие крупные слова с золотым тиснением на поверхности. Теория по технике энергетического спирального выброса усилия и техники приумножения внутренней силы. Подпись мелкими буквами утверждено старшим принцем Есином, отредактирована Королем Зенита. Такая же подпись, как и прошлой ночью. Она тоже была написана рукой императора Есина. Сунфий слегка поразмыслил, тут же понял, что хотел сказать «Таинственный воин». Техника энергетического спирального выброса усилия и техника приумножения внутренней силы являлись очень просветленными приемами прикладывания силы, позволяющими увеличить урон энергетических умений. Но, подобную технику прикладывания силы можно было испытывать только после того, как контроль силы достигнет детального уровня. Поэтому, «Таинственный воин» решил дать Сунфию сначала записи по поэтапной отработке техники энергетического прикладывания силы и ее детального контроля, а затем теорию по технике энергетического спирального выброса усилия и технике приумножения внутренней силы. «Таинственный воин» походил на учителя, не умеющего складно говорить. Он, шаг за шагом, сообщал, по какому пути должен идти истинный воин. Возможно, он уже давно разглядел, что Сунфий обладал дерзкой силой, но почти не имел никакой основы становления воином. Поэтому, при первой встрече, он выступил в роли убийцы, позволив Сунфию осознать свои недостатки, чтобы тот постепенно начал повышать свое восприятие и понимание. Только вот почему этот «Таинственный воин» был так добр к нему, Сунфий от начала до конца не понимал этого. Хотя его величество в обычные дни был самовлюбленным, любил похвастаться, считал себя талантливым, внешностью превосходил самого поняня, понянь известный литератор древности, олицетворяющий мужскую красоту. Однако, он понимал, что этот «Таинственный воин», который не питал к нему никакой беспричинной ненависти, и уже тем более, никакой беспричинной любви, так старательно помогал ему. Чего же он добивался в итоге? Глава 285. Слегка изменившиеся обстоятельства техники спирального выброса усилия и приумножения внутренней силы, по сравнению с сознаниями по контролю силы, были еще более глубокомысленные, там больше содержалось скрытого смысла, от изучающего требовалось больше одаренности и силы. Но так, как до этого уже была изучена рукопись Лесина, а также в обоих рукописях описанные системы боевого искусства были похожи, Сунфей с легкостью все освоил. Всю ночь Сунфей, словно помешанный, находясь в огромной яме, с пристальным вниманием изучал теорию по технике энергетического спирального выброса усилия и технике приумножения внутренней силы, подобно умирающему от жажды в пустыне путнику, который наткнулся на родник. Он извлек много пользы, время пролетало незаметно, перед самым рассветом Сунфей сделал передышку на спиральном выбросе усилия и приумножении внутренней силы. Он начал с помощью магического круга и фиолетовой книги способностей закалять свою душевную силу. Когда первый золотой луч света показался с восточной стороны горного пика, Сунфей завершил самосовершенствование. Этой ночью он закалялся дольше, чем раньше. Раньше Сунфей возвращался в лагерь Чимбарда, в основном, до рассвета. В этот раз он закалялся до самого конца, и ничего не мог с собой поделать. После того, как он переключился в режим ассасина, тело Сунфея, подобно молнии, несмотря на слабый рассвет, по-прежнему беспрепятственно и незаметно пересекло многочисленные посты, и прибыло в лагерь Чимбарда. В это время городские полицейские и святые воины Чимбарда уже натирали до блеска оружие, надевали доспехи, кормили строевых коней, занимались военными делами, ожидая приказа короля, чтобы ринуться в бой на соревнования по военному учению, где они собирались бороться за будущее Чимбарда. Когда Сунфей переоделся в уже давно приготовленный Анжелой голубой королевский халат, на голову надел золотую корону с инкрустированными рубинами, в руки взял скипетр и вышел из главной палатки, весь лагерь бурно и воодушевленно издал приветственные возгласы. В каждом солдате бурлила кровь. Когда они смотрели на своего непобедимого правителя под лучами солнца, в их взгляде читалось лихорадочное поклонение, они заметили уверенную улыбку Сунфия и загорелись энтузиазмом, словно смотрели на воздвигающуюся статую бога война, которую освещало солнце. Ради короля Александра готовы погибнуть в сражении, да здравствует его величество, слава королю! Яркое оружие блестело под лучами зимнего морозного солнца, кровь бурлила желанием убивать, перед Сунфием стояли, постепенно сформировавшиеся, не имевшие себе равных, войска. Их взгляд был решительным, они яростно преклонялись перед юным правителем, были неустрашимыми. Солдаты размахивали оружием в честь правителя, их горячая кровь проливалась ради короля. Сунфий в этот момент оказался под влиянием торжественной и воодушевленной обстановки. Он спокойно поднял королевский скипетр в руках, заставив всех солдат замолчать. Только тогда Сунфий тихо произнес «За победу! За победу!» Безумно откликнулись все солдаты. Голоса напоминали раскат грома. «Слава, вот наша судьба!» Сунфий сел верхом на спину черного пса черного вихря. «Слава, вот наша судьба!» Каждый городской полицейский и святой воин выпрямились и сели на коней. Одной рукой схватились за поводья, другой подняли оружие, переливавшееся холодным блеском. «Выступаем!» Громко приказал Сунфий. Черный вихрь поднял голову и грозно заревел. Его крепкие конечности огромными шагами понеслись в сторону ворот лагеря Чимборда. Черный вихрь обладал таким специфично громким ревом, что он разнесся по всей лагерной зоне вассальных королевств. Все эти дни черный вихрь по-прежнему принимал малые дозы зелья халка. Возможно, под влиянием зелья его тело начало непрерывно расти. Теперь огромный черный пес, стоя на четвереньках, уже достигал трех метров высоты. Внешний вид был еще более внушительным. В черной шерсти тускло проступал синий блеск. Пес стремительно мчался, его скорость была подобна молнии. По его внешности уже мало кто мог разглядеть в нем некогда обычного пса. Черный вихрь превращался в магического зверя. За Сунфием находились перс и драгба, с поднятыми специфическими знаменами чем борда с двумя, прибитыми мечом и топором, собачьими головами, с которых стекала кровь. Оба здоровяка были более двух метров ростом. По всему их телу вздымались одна за другой мышцы. Их телосложение походило на тяжелую гору. Они выглядели величественно, сидя на пламенных зверях четыре уровня. Четыре копыта обильно мерцали огнем. В глазах зверей показывался кровавый блеск. Они двигались быстро и изящно. На телах бурлило незначительное магическое давление. Эти считавшиеся военными трофеями, прирожденные верховые животные, которых отняли у короля чешуя, под присмотром и содержанием анжелы, снова засияли изяществом лучших наездников, как в прежние времена. Снова зажглась их внутренняя самоотверженность. От магических зверей четыре уровня, и сидящих на них суровых здоровяков драгба и перса исходила пугающая, угнетающая сила. За здоровяками пирсом и драгбой находились Торрис, Чех, Елена и остальные мастера Чимборда. Они также восседали на пламенных зверях четыре уровня. Необыкновенные доспехи защищали их тела, их обуривала жажда убийства. Мастера защищали, находившуюся в центре, между ними, магическую повозку, которую тянули четыре быстроногих скакуна. В повозке сидели будущая королева Анжела, Эмма, а также восемь очаровательных девушек, восемь несчастных девушек, у которых не было крыши над головой, и которых Сунфей решила оставить у себя. Эти восемь девочек уже постепенно приспособились к жизни в лагере Чимборда. А позади ехали пятьдесят святых воинов Чимборда во всеоружии. Они тоже ехали верхом на лучших кавалерийских пламенных зверях четыре уровня. Пятьдесят воинов молча и сурово проезжали по улицам лагерной зоны, подобно разъезжающим повсюду божественным телохранителям. Их отважное настроение заставляло всех подсознательно уступать им дорогу. Никто не осмеливался преградить им дорогу, потому что перед ними проезжали пятьдесят смертельно опасных диких зверя. И люди, и ездовые животные источали чувство угнетения, что заставляло людей бояться. Таков был строй войска, собирающегося участвовать в соревнованиях по военному учению. Некогда лучший мастер Чимборда, Фрэнк Лэмпорт, вместе с более пятьдесят городскими полицейскими, принял личное командование над лагерем Чимборда и там ожидал возвращения остальных. Отряд людей, под пристальным вниманием людей других королевств, прошел сквозь толпу и направился к военному смотровому плацу в центре лагерной зоны. Святые на небесах, это военный состав Чимборда на соревновании, мощно, и впрямь мощно. Ай-яй-яй, кто бы мог подумать, вот уж никто не мог представить, что в Чимборде не только полно мастеров, но еще и такое прекрасное боевое снаряжение, а видел их быстроногих скакунов с огненными копытами, по слухам это лучшие кавалерийские свирепые звери, пылающие звери, а скакун короля мчится со скоростью молнии, несмотря ни на какую нагрузку и выносливость, он один обладает поразительной силой атаки. Это мечта многих кавалеристов иметь такое верховое животное. У множества знатных рыцарей империи нет такого же оснащения, твою мать, а мы еще считали, что в Чимборде только король Александр выделяется. Мы ведь надеялись поделить награду на соревновании, но сейчас, по-видимому, мы все ошибались. Ха-ха-ха, интересно, интересно, в этом году соревнования по военному учению будут впечатляющими. Ха-ха-ха, у десятерых крупных вассальных королевств 1 ранга появился враг, Чимборд определенно сможет разрушить могущество и монополию десяти крупных вассальных королевств 1 ранга, неизвестно, сможет ли Чимборд в итоге, продемонстрировать чудо и одним махом сорвать чемпионство в отборочном матче, не факт. Возможно, успехи короля Чимборда дают некий шанс, в конце концов, он один победил великих святых рыцарей, его сила поразительна, но про отборочный матч трудно что-то сказать. Все-таки, десять крупных вассальных королевств 1 ранга имеют глубокие познания в этом, и какая-то обычная зарождающаяся сила вряд ли сможет с ними справиться. Хе-хе, посмотрим. Дело не из легких, ведь, как говорится, кто лезет на рожон, соберет все шишки на свою голову. Люди Чимборд за этот промежуток времени слишком громко заявили о себе, слишком рано показали свою мощь, в этом их слабость. Хе-хе, собираются сломать установленные рамки, возможно, появятся те, кто сможет заставить людей Чимборда осознать уже старых влиятельных сил. Пока отряд людей Чимборда с неповторимым размахом двигался на военный смотровой плац в центре лагерной зоны, в толпе тихо раздавались различные обсуждения. На военном смотровом плаце в центре лагерной зоны. Там находились 244 вассальных королевства, более 23 тысяч воодушевленных и во всеоружии воинов, королей и принцы каждого королевства. Бесчисленное множество знамен развивалось под дуновением северного ветра и солнечных лучей. Боевые кони выдыхали струю белого тумана. Мастера вассальных королевств, подчинявшихся империи Зенит, собрались вместе. Более 20 тысяч хорошо обученных солдат выстроились в 244 разных по размеру шеренги, полностью заняли всю площадь смотрового плаца. Несмотря на то, что Сунфей за это время выделился способностями, можно сказать, сразу приобрел славу, однако, что касается ранга королевства, Чимборд все еще был вассальным королевством 6 ранга, поэтому его войска располагались в последнем ряду среди королевств. И только вдали за километр от них можно было увидеть возвышавшуюся на 20 метров платформу плаца. Платформа была построена из столетнего бука, срубленного в горном хребте мало, выглядела внушительно и величественно. Платформа, площадью 100 квадратных метров, состояла из 9 этажей. С двух сторон были извивающиеся деревянные стремянки, ведущие на самый верх. По традиции, что проводилось неоднократно на соревнованиях по военному учению, император Лесин появлялся на самом верхнем этаже платформы, и обозревал храбрые войска вассальных королевств. Также, при поддержке жреца из Святой Церкви, он проводил обряд жертвоприношения богам, затем особым способом закалывал кинжалом тщательно откормленного трехлетнего белоснежного быка, вскрывал сердце быка, и смотрел на его узоры, просил жреца погадать судьбу империи на три года вперед. Обряд жертвоприношения богам являлся частью соревнований, которой ни в коем случае нельзя было пренебрегать. Обряд имел очень важное значение, но в этом году обстоятельства, кажется, слегка изменились. Глава 286. Великий император Есин более 20 тысяч людей прождали примерно полчаса, но так и не увидели появление его величества Есина. Впрочем, старший принц Аршавин и второй принц Домингис, два претендента на престол, появились на восьмом этаже платформы, полностью одетые в золотые могущественные доспехи, с черными развивающимися на ледяном ветру плащами. Они походили на богов, взирающих сверху на людей под платформой. Белого быка уже притащили на девятый этаж, все спокойно ожидали. Заскучавший Сунфи, сидя на черном псе, устремил взор на передние ряды солдат вассальных королевств на смотровом плаце. В подчинении империи Зенит остались только 244 вассальных королевства. Они делились на 6 рангов, получалась некая пирамида сил. На вершине пирамиды располагались 10 вассальных королевств, 1 ранга, затем шли 20 королевств, 2 ранга, 30 королевств, 3 ранга, 40 королевств, 4 ранга, 60 королевств, 5 ранга, 84 королевства, 6 ранга. Как видно, слабые королевства преобладали в количестве, поэтому ряды королевств отличались в некоторой степени. Сунфей заметил, что в некоторых рядах было более 200 человек, большая боевая мощь, блестящие доспехи, а в некоторых рядах располагалось всего лишь сотня человек. Они носили всего лишь несколько частей легких доспехов из шкуры животных, но были и такие ряды, где едва набиралось 50 человек вместе с конюхами и поварами. Нечего и говорить про то, что не у всех хватало доспехов и оружия. Лишь имелись простенькие луки со стрелами и деревянные копья. Видимо, они жили очень бедно, и по сравнению с тем, что раньше представлял из себя Чимборд, у них было еще более все печально. В таких мелких королевствах даже королям не хватало средств на покупку хоть одной части доспехов. Они носили легкие доспехи из шитых вместе шкур диких зверей, словно какие-то дикари. Но они обладали отважным боевым духом, развитой мускулатурой, а это нельзя было недооценивать. Более 50 отлично обученных людей Чимборда, в блестящих доспехах, с ярким оружием, сидя на пламенных зверях четыре уровня, ничуть не уступали десять крупным вассальным королевствам один ранга. В то время, как Сунфия оценивал чужих людей, бесчисленное множество взглядов также оценивала Сунфия и его группу, участвовавшую в соревнованиях. Эти взгляды выражали восхищение, зависть, лесть, ненависть, благонамеренность, неприязнь, дружбу, страх в общем, весь спектр чувств. Когда у Сунфия практически кончилось терпение ждать в небе, вдалеке, внезапно пронеслись пять-шесть яростных бликов с неимоверной мощью и полетели в сторону платформы. Моральный дух присутствующих резко поднялся, они внимательно следили за тем, как в воздухе витала магическая сила, исходившая от четырех великих императорских магов в магических халатах, четыре человека, похожих на четыре раскаленных ослепительных солнца, летели за огненно-красным лучом к платформе. Сунфий внимательно вгляделся и обнаружил, что этот красный луч в итоге оказался драконом размером с холм. Вытянув обе руки, он парил в воздухе, подобно огромной птице. Время от времени он открывал рот и издавал яростный рев. Звуковая волна, словно ураган, образовывала в воздухе несколько воздушных воронок, которые измельчали на своем пути белые облака, их было видно невооруженным взглядом. Виверна, оказывается, это была Виверна. По слухам, на материке обитали кровные потомки рода драконов, которые просто царствовали в небесном пространстве и являлись воздушными ездовыми животными, не имеющих себе равных. Трудно было описать потрясение Сунфия. Подобная картина обладала крайней степенью воздействия. Из фильмов фэнтези, из собранной коллекции книг в Королевской библиотеке Чимбарда. Из истории бардов Сунфий неоднократно слышал и видел легенды об огромных драконах, встречал рисунки с драконами, но, когда перед его взором возник дракон размером с холм, это просто выходило за рамки разумного. И дело было даже не в реальной силе дракона, а в его объемах, которые просто уничтожали все зрительные нервы каждого человека, вызывая такое оцепенение, как, если бы муравей вдруг увидел слона, звонкий, пронзительный рев зверя разрезал пространство. На спине дракон нес загадочный, огромный, золотисто-желтый трон летел очень плавно под охраной четверых великих императорских магов. В итоге, он пронесся над девятым этажом платформы. В то время, как пролетал дракон, на плаце царил страх. Некоторые лошади падали от страха на колени, изо рта у них начинала идти пена. Когда дракон проносился мимо платформы, он вдруг плавно перевернулся. Трон на его спине, словно легкое перышко, плавно опустился вниз. Грохот раздался на девятом этаже. И в то же время, четыре силуэта великих императорских магов, окруженных ужасными колебаниями магических частиц, приземлились на седьмом этаже, этажом ниже, под принцами Аршавином и Домингисом. Четыре человека стояли на четырех сторонах света. Они имели весьма настороженный вид. Их взгляд, подобно молнии, окидывал всех окружающих людей. В руках они крепко держали белые, двухметровые магические посохи. Магическая сила магов бешено вливалась в магические круги, высеченные на столетнем буке. Раздался слабый грохот, сверкнул прозрачный бесформенный купол света, и сразу исчез. Теперь платформа находилась под надежной защитой. Сунфий молниеносно бросил взгляд вдаль, отчетливо увидев, что на груди магических халатов у четверых магов были вышиты шесть золотых удивительных пятиконечных звезд. Это означало, что это великие маги шести звезд. Четыре императорских мага оказались великими магами шести звезд. В глубине души Сунфий поражался Великая Империя и впрямь Великая Империя. Кто бы мог подумать, что магическое сообщество империи смогло выделить четверых магов шести звезд. Это было просто поразительно. Но, если немного поразмыслить и вспомнить, как за короткий промежуток времени были расставлены десять небольшим магических кругов шести звезд, охранявших огромную яму в горном хребте Мала, то сегодняшнее появление четверых магов шести звезд уже не казалось такой неожиданностью. Сунфий даже подумал, что, возможно, царствующий дом Зенита раскрыл не все свои секреты. В тщательно охранявшемся Императорском дворце, вероятно, скрывались еще более ужасные, первоклассные мастера. Взгляд Сунфия застыл на золотом троне на девятом этаже платформы. Это был трон с изображением желтой виверны. Он был высечен и отполирован из неизвестного, драгоценного материала. На поверхности трона был реалистичный рисунок виверны, очень похожий на, кружившуюся в воздухе в данный момент, огромную виверну. Голова виверны была величественной и роскошной, стройная, прекрасная шея вытягивалась вперед, открытая пасть обнажала острые клыки, изрыгая пламя. Широкую спину, слой за слоем, покрывала чешуя. Она держала двухметровый огромный трон. Все знали, что только один человек имел право сидеть на виверне, великий император Ясин. После прочтения подаренной таинственным воинам рукописи по боевому искусству, которую написал император Ясин, когда он был еще принцем, Сунфий стал очень любопытен этот некогда одаренный и выдающийся император. Ему ужасно хотелось, как можно ближе, разглядеть императора, чья жизнь была наполнена множеством легенд. Но, в данный момент, тонкий слой красного тумана начал распространяться из трона и, подобно непрерывно горящему огню, изолировать и окутывать рослый силуэт, сидевший на троне. Даже Сунфий, с силой среднего уровня семи звезд, не мог ничего разглядеть. Для чего это делалось? Сунфий слегка наморщился, ему тяжело было скрыть свое внутреннее недоумение. Судя по записям в книгах королевской библиотеки Чимбарда, на прежних соревнованиях по военному учению император Ясин всегда пребывал вовремя, и уж тем более, никогда не скрывал свое лицо. Этот величественный, рослый император каждый раз сам стоял на платформе, и свирепым взглядом взирал сверху на десятки тысяч доблестных воинов из 250 вассальных королевств. К тому же, судя по описаниям царствующего дома Чимбарда, император Ясин обладал изящной, выдающейся внешностью. Любой, кто смотрел на него, сразу признавал себя его подданным. Его изящество покоряло людей. Но почему в этот раз император Ясин пожелал скрыть свое лицо? Неужели слухи были верны, и этот самородок находился на закате своей карьеры, а потому он не хотел, чтобы подчиненный ему народ видел его старым и на последнем издыхании? Несмотря на то, что платформа располагалась очень далеко, однако, Сунфей по-прежнему мог ощущать сильные и слабые ауры каждого человека на платформе. На шестом этаже располагались более 20 охранников с уровнем сил от 3 до 5 звезд. На седьмом этаже аура четверых императорских магов выделялась, словно пылающий огонь ночью, и была действительно поразительна. Мощь шести звезд старшего принца Аршавина на восьмом этаже была такой же ошеломительной. От его тела исходила непоколебимая убийственная атмосфера, даже, по сравнению с четырьмя императорскими магами, была более дерзкой. А вот сила, стоящего рядом второго принца Домингиса, облаченного в магические доспехи, едва достигала четырех звезд. В сравнении со старшим принцем это, просто небо и земля. Но небеса даровали Домингису уникальную внешность. Он непринужденно стоял на платформе и, подобно звезде на черном непроглядном небе, похитил блеск всех людей. Высокое крепкое телосложение, пышные величественные доспехи, красивые черты лица, которым бы позавидовали даже боги. Пусть он и уступал старшему принцу по силе, зато по сравнению с низкорослым старшим принцем он, по-прежнему, мог легко обратить на себя внимание десятков тысяч солдат. Сунфий ощущал мощь всех этих людей, но он никак не мог прочувствовать реальную мощь силуэта на золотом троне, окутанного плотным туманом, как будто некая сила мешала ему исследовать, ничего нельзя было выяснить, мууу. Тщательно откормленный, трехгодовалый белый бык издал довольно и продолжительное мычание, его с рождения тщательно откармливал царствующий дом империи, каждый день множество слуг ухаживало за ним, мыло и чистило его. Его кормили самыми лучшими продуктами, спал он на самом мягком одеяле, пил самую чистую родниковую воду. И все это делалось ради одного дня, когда его вскроют и погадают на его сердце будущие империи на три года вперед. Но, к сожалению, этот бык, вероятно, повяз в этой роскошной жизни. Он и не знал, какая злая участь ждет его. Он все так же спокойно лежал на девятом этаже, считая себя величественным владыкой, взирал свысока на более двадцать тысяч доблестных воинов и не выражал никакого страха. Глава 287. Первая битва Чимбарда тоскливо завывал холодный зимний ветер, развивая над тренировочной площадкой бесчисленные полотнища знамен. Они пронзительно свистели и напоминали, стремящегося освободиться от пут огромного дракона. Прибытие императора Ясина совсем не означало, что церемония жертвоприношения немедленно начнется. Потому что его святейшество, религиозный лидер Зенита еще не появлялся. В сегодняшней церемонии с самого начала ощущалось что-то странное. Согласно давней традиции, его святейшество должен был прибыть на площадь жертвоприношений раньше императора, чтобы засвидетельствовать уважение. Глава церкви обладал огромной властью на материке, но в этом плане он строго соблюдал ритуал. Кто мог знать, что сегодня его святейшество неожиданно нарушит правила и до сих пор не появится? Во время ожидания воцарилось невыносимое молчание. Тем воинам зависимых государств, кто был слабее, становилось все тяжелее терпеть жестокий холод. Начнем, когда все думали, что ожидание затянется и дальше, внезапно, с драконового трона на девятом уровне террасы, донесся тихий голос. Голос этот был полон величия, которое нельзя было разрушить, к нему чувствовали ни с чем не сравнимое уважение. Но Сунфий ясно слышал в величии следы усталости и тоски, даже трагических перемен, связанных со старостью. Все это вселяло чувство невыносимого одиночества, в шика. Как только голос молк, со стороны трона промелькнул красный кулак. Горделиво возлежавший на белоснежном ковре белый бык не успел и пикнуть, как был разрублен на две части, при этом не пролилось ни капли крови. Сердце оказалось разрезанным на две части, и еще медленно билось, испуская белый жар. Очень быстро оно превратилось в кусок льда. Остальное, поручаю вам двоим, вновь донесся величественный голос золотого драконового трона. Слушаемся, император, ответили принцы, преклонившие одно колено на восьмом ярусе террасы. В следующий миг огромный золотой трон внезапно поднялся в небо. Парящие в небе драконы действовали согласованно. Один спикировал вниз, неся с собой ужасающие величия, и подхватил золотой императорский трон. Затем он поднялся вверх. Вслед за этим поднялись террасы четыре мага шестого уровня из императорской семьи. Стражи, стоявшие с четырех сторон от дракона, моментально превратились в потоки света, мелькнули подобно метеорам, и исчезли в направлении столицы империи, растворились в недрах величественного императорского дворца. Император Есен решил уйти именно так, никто не мог и представить себе такое. Опять случилось то, что не соответствовало ритуалу проведения больших военных соревнований в империи. По рядам войск подчиненных государств пронеслись тихие шепотки, но очень быстро они смолкли, потому что два принца, находившихся на террасе, начали проводить долгую и сложную церемонию жертвоприношения и смотра войск. Но у Сунфия в это время уже не было желания продолжать смотреть, его мысли занимал император Есен. Этот легендарный, не знавший врагов правитель, прошедший по сотне окрестных империй, и не встретивший соперников, несравненный мастер боевых искусств, как же он дошел до нынешнего состояния. Судя по произошедшим только что необычайным событиям, основатель империи Зенит действительно был близок к смерти. Он присутствовал меньше десяти минут, состояние здоровья не позволило ему оставаться дольше, и он поспешно удалился. Сила Сунфия значительно превосходила силу окружающих, он услышал даже легкое покашливание, и почти неслышный, задыхающийся голос. Этот голос, без сомнения, принадлежал тяжело больному человеку, которому очень трудно было находиться в сознании. Неужели солнце империи действительно должно было закатиться? Через три с лишним часа церемония жертвоприношения, проводимая двумя принцами, была поспешно завершена. Во второй половине дня начался первый этап военных соревнований Жеребьевка. В 20-километровом лагере соорудили 50 помостов для соревнований на мечах. На востоке, юге, западе, севере, в центре построили по 10 помостов. Соответственно, жеребьевка для первого этапа соревнований торжественно открылась на этих 50 помостах. Очень быстро определился первый противник для Чимборда. Это был 42 номер, государство Гуде. Гуде также находилось на северной границе империи Зенит. Это было государство третьего ранга, которое не граничило с Чимбордом. Раньше эти страны никак не соприкасались. Сила этой страны была наивысшей среди государств третьего ранга. Принц Дрынг был среди семи волков и носил титул Черного Волка. Он обладал большой мощью и командовали тремя сотнями безумных воинов в железной броне, сосредоточивших страшную силу. Поначалу многие думали, что Гуде в этих военных соревнованиях будет сражаться с зависимым государством второго ранга. Кто бы мог подумать, что они сразу же столкнутся с Чимбордом. Перспектива участия в состязании сразу же стала для многих весьма мрачной. 44 и краткая помост для состязаний на мечах. Люди облепили помост для состязаний на мечах. На площадках для состязаний, где участвовали такие звезды, как Чимборд, всегда было полно зрителей. Помимо двух стандартных зон и вип-зоны для просмотра соревнований, находившихся рядом с помостом, в остальных местах также яблоку было негде упасть. Все вытянули шеи, чтобы что-то увидеть. Обсуждали и спорили в ожидании начала битвы между Чимбордом и мастерами Гуде. Хе-хе, думаю, если Гуде встретится с правителем Чимборда, им лучше сразу признать поражение и поберечь силу. Даже если они попадут в ряды проигравших, у них есть надежда немного подняться в утешительном турнире. Если биться с Чимбордом насмерть, они, без сомнения, будут разгромлены и только потратят свою силу. Эй, в этой ситуации признать поражение было бы, действительно, мудрым решением. При встрече с таким сильным соперником, как Чимборд, даже если Гуде сдастся, никто не будет над ними смеяться. Эй, кто-то поднялся на помост. Смотрите, Гуде выставила мастера для боя. Они действительно решили принять вызов, встретившись с Чимбордом. Неужели у Гуде есть какой-то рецепт, чтобы выиграть? Рядом с помостом были жители столицы, которые хотели хоть одним глазком взглянуть на стиль борьбы мастеров. Воины, которые хотели взбодрить себя зрелищем битвы профессионалов. Наемники, разведчики из разных государств, оценивающие силы противника. Мелкие торговцы, пользующиеся скоплением большого количества людей. Игроки, сделавшие ставки в крупных букмекерских конторах столицы, бродячие певцы с кистями и тушью, ищущие сюжеты для стихов в битве. Кого тут только не было, многие думали, что, столкнувшись с сильным противником, Гуде сдастся. Увидев, что первый мастер Гуде перелетел из зоны отдыха на помост, они удивились, и начали спорить. Первым вышедшим на помост воином Гуде был высокий богатырь с бородой и усами. Его тело было покрыто черной кольчугой, на голове шлем, в руках у него было две, густо утыканные шипами, огромные палки. Он вспрыгнул на помост, в его руках со свистом мелькали огромные шесты с коварными шипами. Он с силой стукнул палкой, во все стороны полетели искры, оглушающий звук заставил закипеть кровь в жилах людей вокруг. Люди радостно кричали, усатый богатырь похлопал себя по груди, его глаза светились жестокостью. Он постоянно демонстрировал свою силу и бросал вызов в сторону зоны отдыха Чимбарда. Ха-ха, они бросают нам вызов, кто разберется с этим парнем. Взгляд, сидящего на самом высоком каменном кресле в зоне отдыха, Сунфия пробежал по воинам Чимбарда. Ваше Величество, позвольте мне, вызвался толстяк Олег. Он поднял свое жирное тело, на лице появилась хитрая улыбка. Ваше Величество, лучше пойду я, позвольте мне начать первый бой. Генералы Ха-ха вместе с другими мастерами встали, прося разрешения поучаствовать в бою. Взгляд Сунфия, наконец, остановился на Петричихе. В силе этого первого человека в армии Чимбарда не приходилось сомневаться, он был искренне готов трудиться, не покладая рук, любое дело делал самым тщательным образом. Поэтому Сунфий спокойно передал ему роль управляющего, но у Чеха до сих пор не было случая проявить себя. Военачальнику на Азероте очень трудно было добиться полного доверия войск, если он не мог продемонстрировать свою военную доблесть. Сунфий решил дать возможность поучаствовать в первом сражении этому командиру низшего уровня. Запомните, надо действовать четко, но никого не убивать, приказал Сунфий. Он не собирался наживать в этом сражении слишком много врагов, рад повиноваться. Чех понял, чего хотел Сунфий, он глубоко поклонился, благодаря правителя за оказанную милость. Затем он встал, повернулся и, подобно молнии, появился на 44-м помосте, несравненный по скорости прием. Радостный шум вокруг мгновенно прекратился. Один только прием, с помощью которого воин появился на помосте, заставил людей убедиться, что Чимборд отправил на бой настоящего мастера. Даже самодовольный, демонстрирующий свою силу воин-богатырь из Гуда, играющий палками с шипами, остановился. Его свирепый взгляд был прикован к Чеху. Он оценивал его. Вперед, 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 вперед. Возгласы толпы гремели, подобно грому. Все кричали, как безумные, подняв руки в ожидании кровавого боя, решающего поединка двух мастеров. На помосте мелькнуло светло-голубое пламя, запустив магическую защиту помоста для соревнований. Это означало официальное начало сражения. Ха-ха-ха, принимайте вызов, тощие чем борцы. От тела усатого воина Гуды шло слабое золотистое пламя. Это был символ воинственности системы Земли. Воины системы Земли обычно обладали ужасающе крепким телосложением и большой силой. Когда усатый силач в кольчуге поднялся, он напомнил опустившегося на землю огромного дикого зверя. Неся с собой дух устрашения, он кинулся на спокойно стоящего Чеха. Ву-ву-ву. Со странным воем вращались две огромные, весом 20-30 килограммов, покрытые страшными шипами, палки. Превратившись в потоки черного света, они одна за другой, полетели в голову Чеха. Глава 288. Сокрушительная победа Сильнейший холодный ветер сгибал тело и развивал длинные волосы, но лицо Чеха, при этом, оставалось спокойным. Он не двигался, слыша необычный звук и видя приближающиеся к голове огромные, покрытые убийственными шипами дубины. Некоторые слабонервные зрители, как будто уже представляли себе расколотую голову этого тощего воина из Чимбарда, кто-то от страха закрыл глаза. Но в это время, кырака, 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 раздался тихий треск. В битве моментально произошел неожиданный поворот. Движение на помосте мгновенно сменилось спокойствием. Мощный воин Гуда, напоминающий своим безумным, сильным видом дикаря, внезапно остановился. Вместе с ним остановились и страшные, тяжеленные, покрытые шипами, дубинки. За секунду до этого эти огромные палки, казалось, готовы были сокрушить небо и землю, но сейчас они зависли в воздухе. В этот момент они уже не могли продвигаться вперед, и остановили их пальцы. Два, совсем не толстых, пальца. С совершенно спокойным лицом Петр Чех, безо всяких усилий, протянул два пальца, и их кончиками остановил покрытые шипами дубинки, моментально разрушив безумный по своей силе удар воина Гуда. Нет, он не только предотвратил удар, он еще разгромил противника. Очень быстро зрители возле помоста непостижимым образом раскрыли рты, у них, что называется, отпала челюсть. Они в оцепенении наблюдали за пальцами этого бесстрастного воина Чимборда. Очень быстро над дубинами с шипами воина Гуда появились многочисленные белые трещины, и начали разрастаться, подобно паутине. Затем это выкованное из лучшего железа огромное оружие превратилось в различные по величине железные осколки, которые осели на земле. Кырака, усатый воин Гуда, увидев в своих руках обломанную рукоятку от покрытой шипами дубины, побледнел, как будто увидел призрак, у него затряслись поджилки. Один палец разрушил огромный, выкованный из лучшего железа тяжеленный молоток. Это означало, что соперники обладают силой совершенно разного уровня. Если бы противник захотел, мог бы превратить другого в фарш. Ты проиграл, чех убрал палец и тихо сказал. Я не хочу убивать, спрыгни с помоста сам, я. Усатый воин Гуда хотел еще что-то сказать, но при виде железных обломков на земле, его храбрость сразу уже улетучилась. В ужасе он спрыгнул с помоста. В первом сражении мастером побеждает Петр Чех из Чимборда. Судья громко объявил победившего и проигравшего в битве Чимборда и Гуда. Благодаря специально установленному на помосте магическому передатчику, его голос разнесся далеко вокруг. Его мог услышать каждый, Чех, Чех, Петр Чех. Никто не мог и подумать, что битва двух мастеров так ярко закончится. Не произошло напряженной схватки, когда пламя воинственности охватывает небо, демонстрируется поразительная разрушительная сила, пыль стоит столбом, а вокруг летят камни. Но то, как одетый в легкую броню Чех одним мгновением пальца разрушил огромную дубину, потрясло всех, кто был на соревнованиях, и это ощущение, по своей силе, далеко превосходило потрясение от любого, самого захватывающего боя. Очнувшись от шока, в который их ввергли слова судья, бесчисленное множество зрителей моментально начало выкрикивать, как безумное имя Чеха. В жилах людей вскипела кровь. Стоящий на помосте высокий, под жарой Чех был одет в скромную легкую броню, хлопал на ветру черный плащ. На его плечах рекой спадали длинные, вьющиеся волосы. В этот момент от него исходил неописуемый шарм, в котором полностью отразился как дух воина, так и величие командира. Чех, находившийся в дальней зоне отдыха Сунфей громко смеялся и хлопал в ладоши. Больше пятидесяти священных воинов в чембарда с энтузиазмом стучали огромными топорами в щиты, производя клацающий металлический звук. Тем самым они подбадривали своего командира. Этот был первый раз, когда священные воины увидели Чеха в деле. Им и в голову не приходило, что обычно такой простой, редко вступавший в бой и демонстрирующий свою силу командир Чех, который, с их точки зрения, не мог сравниться с общепризнанными мастерами, преданными гвардейцами короля генералами ХНХ, обладает подобной мощью. При виде молча стоящего на помосте командира, от которого исходил горделивый дух, у каждого священного воина буквально закипала кровь. В чемборде появился новый мастер, Петр Чех? Никогда не слышал о нем, но он даже не задействовал воинственность, а смог разрушить одним пальцем тяжелое оружие противника. Только за счет этого приема он может войти в первую десятку мастеров Северного военного района. Страшная сила, он одним пальцем разрушил огромную железную дубину, наверное, он достиг пятого уровня. Хэм, хороший мастер, посмотрим, можно ли его вырвать из рук правителя Чимборда. На трибуне важных персон 44-го помоста значительные люди были также потрясены этой сценой. Под удивленные обсуждения в глазах некоторых людей мелькнули молнии, в их голове уже рождались подрывные планы. Военные соревнования в империи на самом деле были прекрасной возможностью для поиска новых талантов знатными кланами и силами империи. Заметив во время соревнований обладающих необычной силой воинов из зависимых государств, многие благородные семьи с помощью заманивания или угроз перетаскивали их на свою сторону. Это происходило втайне, но в реальности одобрялось высшими слоями империи. Некоторые даже сравнивали эти действия со сбором урожая. Трехлетний период между соревнованиями был временем выращивания, когда в подчиненных государствах вырастали новые силы, наступал сбор плодов. Причины этого явления были весьма сложны, империя мало доверяла государствам под ее управлением. На материке было несчетное количество случаев, когда подчиненное государство возвышалось и свергало монарха. Даже сам Зенит был основан на обломках империи с и бардак, поэтому, такой сбор урожая позволял как укрепить саму империю, так и незаметно рассеять силу подчиненного государства, поддерживая между ними баланс. Конечно, эти интриги не всегда были успешными. На материке Азерат настоящий воин, присягнувший на верность своему правителю, как правило, не мог уже переметнуться к другому. Это было одно из древних представлений о чести и верности. К сожалению, на живущем по законам тайге материке были люди, следующие кодексу чести и верности, но, естественно, встречались и те, кто выбирал деньги и положения. Бывало, даже преданные своему правителю воины, столкнувшись с уговорами и угрозами знателей военных империи, торопились прекратить свои отношения с королем, и отдать всю свою преданность и боевых помощников дворянам империи. За прошедшие двадцать лет такое случалось множество раз, в это время появление правителя Чимбарда удивило всех. Резко возросшая сила этого государства потрясла столицу, но для некоторых людей он был лакомым кусочком, и они все жаждали превратить этот кусочек в часть своих сил. Они напоминали стаю жестоких, но терпеливых волков. Затаившись, поджидали удобного случая, и вот он настал. Они нашли мастера из Чимбарда и стали тайно пробовать, всеми способами, переманить или затащить его к себе. Никто не верил, что мастер из Чимбарда подобен куску железа. Внезапно свалившиеся деньги и статус встреча с влиятельными силами столицы нисколько не тронули этого выходца из бедных, далеких северных краев. Урожай выдался на редкость богатым. Пришло время сбора плодов. В следующих шести раундах мастеров Чимбард одним ударом разгромил гуды со скоростью осеннего ветра, разгоняющего упавшие листья. Генералы ХНХ, Фернандо Торрис, начальник тюрьмы Олег Филиппо Инзаги один за другим вышли на помост и разбили своих противников. Принц Гуда, Дрынд, входящий в число семи волков среди мастеров подчиненных государств и носящий титул «Черного волка», вышел на площадку последним. Он продержался на помосте дольше всех, сражаясь с золотоволосым юношей Торрисом больше 20 минут, но в итоге не смог справиться с волшебной стрелой из лука Торриса. Раненый в левое плечо, потерял более половины боевой силы. С тоской он был вынужден признать поражение и спрыгнуть с помоста. Все шесть раундов битвы мастеров зрители вокруг 44-го помоста смотрели, как завороженные. Обнаруженная мастерами Чимбардасила потрясла всех. Несравненная, безумная сила Драгбэ и Пирса, удивительная оборона и неожиданный удар. Потрясающая волна начальника тюрьмы, толстяка Олега, изящные движения и необычное искусство стрельбы из лука золотоволосого Фернанда Торриса, техника боя то появляющегося, то исчезающего стройного юноши. Необычные техники ведения боя каждого из мастеров Чимбарда заставили каждого, кто выбрал наблюдать за сражениями на 44-м помосте, обезумить от радости и благодарить себя за выбор именно этих соревнований. Даже некоторые угодливые поэты уже придумали, появлявшимся на помосте один за другим, сильнейшим мастерам Чимбарда устрашающие прозвища. Бой еще не закончился, а они уже начали нетерпеливо выкрикивать их в толпе. Светловолосый мечник Пол Пирс жестокий мечник его величества правителя Чимбарда был здоров, как бык, его меч мелькал, подобно молнии. О, боги, никто не мог ясно увидеть, как двигался его меч, когда кто-то чувствовал, как ветер проходил по его телу, то было ясно, что он уже умер. Темноволосый безумный кулак Диди Драгба, сильнейший воин его величества короля северных земель Александра, его тело крепче тела морского чудища, его кулак способен разрушить звезды. Жалкие людишки, не вздумайте прогневить воина Чимбарда, иначе его разящий кулак разнесет вас в клочья. Разрушитель надежд толстяк Олег этот гигантский боевой монстр напугал бы даже огромного дракона, его тело может отразить любую атаку, а кулак разбить землю. Жалкие людишки, при встрече с ним вы можете ощутить лишь полную безнадежность. Разрушающий перст, Петр Чех, его палец может разрушить железо, уничтожить все. Сын ветра, Фернанда Торрис, его стрелы быстрее ветра, его прекрасная осанка изящнее ветерка. Теневой шип Инзаги, любой враг должен молить Бога, чтобы не встретиться с ним, когда вы его видите, его кинжал уже вонзается в ваше сердце. Глава 289, обстановка в пяти боевых районах в последовавших за этим сражениях отрядов, тоже не было никакой интриги. На 44-м помосте, 50 священных воинов провели, всего лишь, 4 неторопливых схватки, и прогнали оттуда безумных воинов гуды в железной броне, выиграв тем самым эту простейшую битву. В момент схватки, 50 священных воинов с голыми руками перешли с медленного наступления на приступ, как будто бы прокатилась волна из 50 тяжело вооруженных всадников. Огромные, тяжелые черные щиты были в руках священных воинов, как перышки, но, столкнувшись с одетыми в железные доспехи воинами гуды, они были, как статонные молоты, врезающиеся в снопы пшеницы. 50 воинов гуды не продержались и секунды, моментально разлетелись в воздухе, как снежинки. В битве с гудычем борда держал победу в 10 раундах, голос судьи, с помощью волшебного передатчика, ясно доносился до ушей каждого. Он объявлял результаты первого боя чем борда. Они были ожидаемы, но, посмотрев реальные соревнования, все зрители, все равно, были невольно потрясены мощью чем борда. Основная опора, с точки зрения многих людей, правитель чем борда летящий кулак даже не вступал в дело. Мастера его величества, с легкостью, разбили обладающие наивысшей силой среди государств третьего ранга гуды. Шесть раундов боя мастеров, четыре боя отрядов, все это вместе заняло не более часа, состязание завершилось со скоростью молнии. Когда отряд чем борда покинул 44-й помост и вернулся в лагерь, небо за ними огласилось радостными криками, долетающими до облаков. Мы уже сделали то, что должны были, они увидели реальную силу чем борда, то, что будет дальше, нас не касается. Седой правитель гуды слегка покачал головой и вздохнул, легонько похлопав по плечу принца Дрента. На его сосредоточенном лице появилось выражение легкости, как будто с его плечи пала тяжелая ноша. Мы уже в первом раунде встретились с людьми чем борда, это наша беда, но и наша удача. Чем борцы не такие уж кровожадные, как о них говорят, наша сила не пострадала, нужно хорошенько постараться и подготовиться к соревнованиям для выбывших у нас еще есть надежда. Дрент черный волк кивнул головой. Старый король был прав, гуды мог сдерживать мощь чем борда. Вспоминая золотоволосого юношу стрелка на помосте, страшную разрушающую силу тех стрел, налетевших подобно урагану, он почувствовал, что задыхается. Это было полное поражение, он уже давно пользовался некоторой известностью среди мастеров 250 зависимых государств, но совсем не мог противостоять этому безымянному, молодому человеку из чем борда. Если бы противник хотел его убить, возможно он уже был бы трупом. Если хотите избавиться от правителя чем борда, используйте свои собственные силы, я, человек гуда, никогда больше не стану орудием в ваших руках. Прошло пять часов. Первый день соревнований на выбывание в пяти боевых районах перед наступлением ночи, наконец закончился. Чем борд действительно, как многие и ожидали, с легкостью разгромил противника, и перешел на второй этап соревнований, чтобы на второй день принять участие в следующем раунде и сразиться с командами из других 24 северных государств, и пробиться в десятку мастеров от каждого региона, и десятку отрядов для участия в третьем этапе. За короткий полдень в ходе 122 раундов сражений, действительно, выявилось множество мастеров. Ночим борд за час закончил битвы, и это был не самый короткий раунд. Потому что в северном районе, соперники из зависимого государства первого ранга Мэйси, Кайсуга, страны второго ранга Санцы ясно понимали, что не смогут победить и, не сговариваясь, выбрали право не участвовать. Признав поражение, они могли вступить в ряды проигравших. У них, по-прежнему, оставалась надежда. Поэтому эти четыре обычно сильных государства, бескровно перешли во второй этап соревнований. Если в северном военном районе побеждали сильнейшие, и это было в пределах ожидаемого, то для остальных четырех районов это оказалось полной неожиданностью. Южный боевой район. Государство шестого ранга Византия хладнокровно разгромило страну третьего ранга, Кэтзинь в шести раундах битвы мастеров одержала три победы, в четырех боях отрядов одержала три победы, с результатом шесть из десяти вошло в когорту победителей. Молодой правитель Византии Константин в ходе соревнований разбил входящего в ряды семи волков принца Кэтзиня разъяренного волка, обнаружив ужасающую силу. Его коронная техника кулак семи болезней удивляла своими поражающими возможностями. Многие сильнейшие полагали, что, если он себя хорошо проявит, то вполне может попасть в десятку мастеров южного боевого района. Восточный боевой район. Дикарий сподвергаемого бесконечным насмешком и считаемого недоразвитым государства Гудун с самого начала удивили всех. В этих племенах появилось два молодых таланта в области боевых искусств Халк и Кануте. С помощью двух деревянных дубинок они последовательно разгромили шесть мастеров государства третьего ранга Габон, затем во главе тридцати дикарей одержали четыре победы подряд в битве отрядов, выйдя во второй этап соревнований. Стиль ведения боя этих молодых дикарей отличался мощью и грубостью. Они обладали недюжиной силой, в боях с дубинкой им не было равных. Даже несколько мастеров четвертого звездного уровня из Габона не смогли выдержать и одного удара, как были изгнаны с помоста. Гудун был настоящей темной лошадкой восточного боевого района. Халк и Кануте стали представителями нового поколения мастеров новыми дарованиями. Западный боевой район. Государству первого ранга Мейсы, где находился супермастер Меч, не так сильно повезло. В первом раунде они потерпели поражение от другой крупной страны первого ранга, дик и между ними завязался ожесточенный бой, но в результате Мейсы все-таки одержал победу. К сожалению, в соревнованиях не участвовал Меч, волшебную технику которого многие ожидали увидеть, желающие посмотреть ее, были сильно разочарованы. Но это заставило людей еще активнее делать предположения о реальной силе Меча. Многие силачи старшего поколения считали, что среди мастеров всех зависимых государств, только меч мог стать противником летящего кулака, правителя Чимборда в последнем этапе соревнований мастеров. Центральный боевой район. В центре империи находилось 4 из 10 зависимых государств первого ранга, много стран второго и третьего ранга. Их общая мощь была на первом месте среди пяти боевых районов. Обстановка была самая оживленная. С самого первого дня страсти накалились, все четыре государства первого ранга в основном удачно перешли во второй тур, среди них не появилась ни единой темной лошадки. Единственной неожиданностью было то, что государство четвертого ранга Цзяна за один тяжелый бой разгромило страну второго ранга и вступило в команду победителей Центрального района. После того, как первый день состязаний закончился, в 20-километровом лагере стало очень шумно. В империи уже полностью отменили комендантский час и строгий военный контроль за лагерями зависимых государств. К тому же, в связи с начавшимися состязаниями, туда хлынули бесчисленные мелкие торговцы, бродячие воины в поисках удачи, группы наемных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok